Говорим о бобовых растениях. Ну, почему я начинаю цикл о растениях с бобовых? Потому что я с детства, ну в школе детства же ещё, правда, занимался бобовыми растениями. И моей такой любовью является соя первой, да. Но она быстро прошла, эта любовь как первая. А уже вторая, самая настоящая оказалась фасоль. А третья любовь, это уже горох, это уже такая любовь зрелого человека. Вот, то есть я уже не романтизирую горохи, да, а уже отношусь к ним гораздо более профессионально, например, чем к фасоли. В фасоли меня впечатлило, конечно, невероятное разнообразие того, что можно увидеть среди коллекции фасоли. Для меня было каким-то определённым открытием в студенческие годы, что сложно найти у фасоли цвет, которым бы не обладали семена. Они могут быть абсолютно любого цвета и оттенка. Она может быть белая, чёрная, коричневая, красная, розовая, синяя, фиолетовая, зелёная, голубая. И всех вариантов с пестринами, равномерной окраски и какой угодно. И, конечно, меня как молодого специалиста всё это очень впечатлило, и я, в общем, полюбил эту культуру очень-очень сильно. Ну, а в горох я уже пришёл, уже более профессионально, понимая, что необходимо, так сказать, стране, людям, да, в зависимости от того, какое целевое назначение этого гороха, как надо делать новые сорта, уже имея багаж определённой опыта и знаний по фасоли. Как бы там ни было, видите, куда бы я ни пытался уйти в своей увлечённости созданием новых сортов и селекций, может быть, в кукурузу, может быть, там, в зерновые, всё равно бобовые меня не отпускают, всё остальное баловство, а это всё-таки гораздо более профессиональная деятельность. Чем хороши бобовые? Какие вообще бобовые бывают? Многообразие или разнообразие пищевых бобовых растений, конечно же, впечатляет. Ни в одной другой культуре, возьмём мы зерновые там или ещё какие-то, нету такого разнообразия, особенно в части пищевых бобовых растений, пищевых растений, как в бобовых. Ну, что в зерновых? Рожь, пшеница, овёс, ячмень, тритикалия, да, то есть, ну, достаточно узкое разнообразие, не все они даже используются в пищевых целях. А вот что касается бобовых, то здесь, конечно, очень-очень большое разнообразие. Это не мудрено. Пищевая и диетическая ценность бобовых настолько высока, что люди в древности начали оккультуривать эти растения. И, конечно же, в каждом регионе, в климатическом регионе, возникали какие-то свои более приспособленные, более удобные бобовые культуры, которые впоследствии периода глобализации распространились широко по земному шару и сформировались какие-то наборы сортов или какие-то наборы предпочтений в той или иной зоне. Ну, к бобовым пищевым культурам относятся такие достаточно привычные, как горох, фасоль, бобы, соя, чечевица, нут, вигна. Ну и более экзотические для нас, такие как делихос, например, или гиацинтовые бобы, или какой-нибудь тетрагонолобус или крылатый горох, который в то же время все уже становится доступным для приобретения семян. Тоже глобализация нам помогает. Точно так же, как делихос, можно несложно найти его, эти семена и добыть. Но у каждого из них имеются свои особенности. Мы поговорим в основном о тех бобовых особенностях их выращивания, о сортовом разнообразии, как подобрать себе сорта, как использовать, как сажать, как добиться хороших результатов. В основном тех растений, которые являются привычными для нашей климатической зоны. Ну, естественно, я дам ремарки относительно того, насколько возможно и рационально выращивать и другие бобовые культуры тоже. Ну, такие как нут, чечевица, например, вигна и прочее. Внутри бобовых растений, сельскохозяйственных растений, существуют обособленные группы. Что это означает? Что внутри, например, бобов, да, можно найти овощные бобы. Это крупные, такие с крупными семенами, которые по картошке часто высаживают, используют в сыром виде, в пищу там, ну, или высушивают, потом размачивают уже в зерновом виде. И группа кормовых бобов. Это мелкие бобы, достаточно небольшого размера, которые выращиваются преимущественно на фуражные цели. Наиболее разнообразна в этом смысле группа фасоли. Там есть и зерновые формы, которые фасоль на суп, да, на гарниры. Там есть овощные формы, чем они отличаются, расскажу. Там есть спаржевые формы. Ну, и всевозможные универсальные промежуточные. Ну, вот три основные группы внутри бобовых. Это зерновые, овощные и спаржевые. Это касается преимущественно фасоли, бобов и гороха. Что касается нута, сои, чечевицы, то там в основном, и не в основном, а можно сказать только, используются зерновые сорта, то есть на сухое зерно. Бобовые также отличаются, и это тоже касается в основном фасоли, ну, и других тоже бобовых культур, но, однако же, фасоли в основном отличаются по форме роста. Они могут быть и кустовыми, они могут быть, не знаю, всем ли видно хорошо, они могут быть полу-кустовыми, полувьющиеся, вьющиеся и лазящие. Чем вьющиеся от лазящих отличаются? Фасоль вьется, да, а горох лазит. Если с помощью усиков, тогда лазит. Если стебель завивается, значит вьется. Вот внутри фасоли имеются и кустовые, полу-кустовые, полувьющиеся, вьющиеся. Лазящие – это в основном только горох. Все остальные, они преимущественно кустовой формы, то есть они никуда не лезут, никуда не вьются. В лучшем случае, как нут и бобы являются такими крепкими, прямостоячими, ну, а если это чечевица, то с ней огромная проблема. Она ложится, стелется и находится вся на земле. Если она в степной зоне выращивается, все здорово. Пришла вторая половина лета, она созрела, высохла, и ее можно убирать. А у нас она что сделала? На землю легла, дождики в августе пошли, она вся сгнила, вся проросла, да, уже в этих бобиках вылучилась, и невозможно ничего собрать. Это одна из проблем выращивания бобовых растений, южных бобовых растений в северных регионах. То есть можно баловаться, да, попробовать, но на самом деле каких-то хороших, серьезных урожаев собрать будет невозможно с них. Кустовые формы, понятно, чаще всего не требуют никакой опоры. Вот у горохов кустовых форм не бывает в принципе. Это только название, что они кустовые. Они на самом деле не кустовые, они просто низкие. Да, то есть они не то, что там 2 метра стебель вырастает, и куда-то плетется и падает. А у них просто укороченные междоузли, то есть вот эти расстояния между узлами, откуда листики выходят, и они такие более компактные. Но на самом деле в классическом представлении о кустовой форме у гороха, так как у фасоли, например, когда есть жесткий стебель, от него отходят в стороны жесткие веточки, и он сохраняет свою форму такую прямостоячую, или как у бобов, до полного созревания, у гороха такого ничего нет. У него стебель лазящий, а в отсутствие опоры он все равно будет в любом случае падать. Поэтому как бы вы не соблазнялись на какие-то кустовые формы, либо вы получите очень низкий горох с очень низкой урожайностью, либо это будет более-менее высокий горох с хорошей урожайностью, но вам обязательно для него нужно использовать опоры. Поскольку усиками он цепляется, не нужно ставить для него какие-то толстые палки, там жерди и так далее. Можно поставить несколько палок, протянуть между ними шпагат, и он усиками за этот шпагат будет замечательно цепляться. Что касается фасоли для вьющихся форм, то для нее, конечно же, необходимо устанавливать опоры. Если вы не установите опоры для фасоли, в этом случае она будет стелиться, виться по земле, и у нее будет та же самая проблема, что и для стелющихся бобовых растений, наподобие чечевицы или вики, которая без опоры будет просто ложиться и сгнивать на поверхности земли. Поскольку климат у нас все-таки здесь, у нас сушит, когда не надо, и льет тоже, когда зерно наливается, у нас сушит, когда его надо убирать, у нас дождь льет. Да, это вечная проблема сельского хозяйства. Поэтому сорта себе можно подбирать под соответствующую агротехнику. То есть на что вы готовы ради того, чтобы вырастить бобовое растение. Важно, да, то есть на что вы готовы, насколько много времени и сил вы готовы потратить для того, чтобы вырастить бобовое. На самом деле бобовые являются одни из наименее прихотливых огородных культур, с которыми вы можете столкнуться. Связано это в первую очередь с тем, что они способны к азотфиксации. Они наименее требовательны к содержанию азота, гумированности почв, а также азотных подкормок. Однако это является очень большим мифом, что бобовые растения, в принципе, им не требуются азотные подкормки. Дело в том, что какие бы хорошие клубеньки ни сформировались на растениях, в любом случае эти клубеньки начинают работать не раньше середины цветения. А урожайность бобовых зависит от того, насколько большую вегетативную массу они разовьют к началу цветения. Если вы им не дадите стартовый азот, то есть не заправите азотными удобрениями, это могут быть компосты, это могут быть органические удобрения, это может быть минеральный азот, минеральное удобрение, какое хотите. Если вы им не дадите стартовый азот, в этом случае они не нарастят достаточно большую вегетативную массу и сразу же уменьшится урожайность. Поэтому, когда говорят, что бобовые не требуют вообще азотных удобрений, это не совсем верно. Но то, что они не требуют подкормок азотных, это 100%. То есть вам главное довести их до состояния цветения вот на этом стартовом обзоре. Потом они действительно насинтезируют все себе сами с помощью симбиотических бактерий, азотфиксирующих, с помощью этих самых клубеньков. Вернемся к ценности бобовых. Ну, конечно же, они обладают пищевой ценностью, у них достаточно высокая калорийность. Они обладают диетической ценностью. Ну, иногда это вроде бы одно и то же, но на самом деле, ну, я подразумеваю, что диетическая ценность, это они содержат много ценных веществ, которые не обладают калорийностью, то есть мы не получаем энергию из этих бобовых. Однако же, они являются совершенно незаменимыми и очень ценными веществами для нашего организма. Бобовые культуры обладают также лечебным действием, поскольку многие из них, особенно что касается сортовой специфичности, обладают очень ценными биологически активными веществами, которые в том числе обладают лечебным действием. В настоящее время селекционеры, ну, это тренд такой селекционерский сейчас, создавать функциональные сорта, функциональные с точки зрения пищи, вот именно диетической ценности. На что все время, очень долго была направлена селекция растений, на увеличение продуктивности. Нам надо было любой ценой, ну, нам это, знаете, глобально человечеству, накормить самих себя, да, поэтому у селекционеров главным трендом их успеха, или там главным показателем их успеха была высокая продуктивность. Чем выше продуктивность, тем лучше. При этом, за счет каких, за счет чего селекционер мог создать высокую продуктивность? За счет выключения, отключения у растений всевозможных их полезных свойств. Потому что энергия, да, у вас ограничена. Вы можете или копать, или поливать, да, или там что-то еще. То есть, а надо, чтобы было всего понемножку, да, но если вы будете и копать, и поливать, то вы только половину вскопаете, а вторую половину польете, да, вы не можете и вскопать все, и полить все. Точно так же и у растений. Невозможно быть и очень высоко продуктивным, и очень устойчивым болезненовредителем, и очень полезным. Чем-то надо жертвовать. Вот жертвовали пользой и устойчивостью. Чтобы устойчивость компенсировать, кто к нам пришел? Химия. Да, химия в быту и в сельском хозяйстве. То есть, мы вместо того, чтобы активизировать защитные функции растения, мы их отключили и заменили тотальными обработками различными пестицидными препаратами. Повышали их конкурентоспособность в окружающей среде. За счет этого получали большие урожаи и накормили человечество. Огромное спасибо химической промышленности. Это без уроний. То есть, на самом деле, благодаря развитию вот этой сельскохозяйственной химии и удобрениям, и средствам защиты растений, мы достигли некого уровня продовольственного изобилия. А теперь мы возвращаемся к вопросу о том, что все-таки пища, кроме того, что нам просто надо с голоду не помереть, нам она должна приносить еще и большую пользу. Поэтому селекционеры готовы прийти к среднепродуктивным сортам, но все-таки с большой пользой. Что касается пользы бобовых культур, то здесь, конечно, их трудно переоценить, и невозможно недооценить, потому что они обладают, и сейчас скажу об этом тоже, это и пищевые волокна, то от отсутствия чего страдает современный человек в больших городах. Мы едим мало клетчатки. Это и достаточное количество всевозможных микроэлементов и витаминов, и очень большое количество различных антиоксидантов, полифенольных веществ. Вот очень длительное время люди избегали окрашенного гороха. Его называли пилюшкой, и говорили о том, что он может использоваться только на кормовые цели, с целью готовить комбикорм на корм скоту и птице. Однако же оказывается, что вот в этой оболочке семян, которая может быть горьковатая сами семена по себе, однако же она содержит значительное, очень большое зачастую количество танинов. Танины – это такие полифенольные вещества, которые обладают очень сильным антиоксидантным действием. Даже если вам не очень нравится вкус гороха, ну то есть он чуть-чуть горьковатый, вы должны понимать, что это как горьковатый огурец, это все хорошо, это все на пользу. То есть да, конечно, в банке консервный комбинат не будет запихивать горьковатый горох с окрашенными семенами, он все равно уходит в область подчинения массовому вкусу населения. Да, он будет очень-очень сладкий, без всяких признаков горечи, с равномерной окраской и так далее. Но если вы выращиваете эти растения для собственных нужд, то вы, соответственно, можете себе вырастить даже не в большом количестве, но все-таки очень полезные сорта, которых вы не найдете нигде в другом месте. Ну просто потому, что массовая селекция и массовое производство подчиняются массовому вкусу. Да, и далеко не все люди приходят к пониманию того, что можно есть, может быть, не очень вкусное, но зато очень полезное. Все-таки в массе люди предпочитают есть более калорийную, более сладкую, более соленую, вести такой нездоровый образ жизни, и потом болеть, и от всех болезней чем-нибудь с возрастом уже после накопления всех этих проблем начинают лечиться. Поэтому все-таки сейчас в развитых странах вот создаются такие сорта, может быть, которые уступают чуть-чуть по продуктивности таким промышленным гигантам, может быть, они уступают где-то в органолептике, однако при всем там обладают очень высокой пищевой ценностью. Это же касается и фасоли. Ну, фасоль, в принципе, не обладает горьковатым вкусом семян никак, да? В отличие от гороха, фасоль нельзя употреблять в незрелом виде, она употребляется только в зрелом виде. Вот горох и бобы, да, можно употреблять семена в незрелом виде. Это называется овощные бобовые, те, которые мы употребляем в сыром виде, эти семена. Ну, у фасоли тоже есть овощные сорта, но это такая фаза развития, когда боб еще влажный, да, створка еще влажная, а семена уже полностью сформировавшиеся. Тогда его вскрывают, это зерно варят, и оно очень быстро варится. Чтобы сварить фасоль, ну сколько надо, ну минут 40 надо, да, для того, чтобы она хорошо сварилась. Овощная фасоль варится, то есть она не высохла еще, она как бы недозревшая чуть-чуть, но все равно ее нельзя есть в сыром виде, ее все равно надо отварить. Она варится очень быстро, там 5-7 минут, и она готова. Вот у нас в Беларуси не продается такая фасоль, вообще не продается, я ни разу не видел. Чтобы бобы, я не называю стручки, да, потому что стручки – это плоды крестоцветных растений, да, хотя в народе это вот все называются стручки, а я говорю бобы. И у людей иногда когнитивный диссонанс. Он говорит про фасоль или горох, а говорит бобы. Ну, на самом деле плоды бобовых растений – это бобы. Да, и у бобов бобы, и у гороха бобы, и у фасоли бобы, и у всех бобы. Ну, это чтобы не было понятно, почему я так говорю. Вот. Так вот, за границей, если бывать, в Европе, в южных странах, там приходишь в гипермаркет, там, где овощи продаются, и там ящики вот таких вот, вот таких вот бобов этих фасоли, и там внутри эти незрелые фасоли, и люди их покупают, варят их прямо с бобом, вот с этим плодом, либо вылучивают их и варят. Вот это называется по-настоящему овощная фасоль. В принципе, ее можно даже консервировать в этом состоянии. Я столкнулся с тем, что на Полесье, у меня были поля селекционные на Полесье, и когда я испытывал коллекцию, надо сказать, что через мои руки прошло больше 6 тысяч сортов фасоли. Вот. И где-то 2,5 тысячи я поддерживаю в коллекции здесь, в Белгосуниверситете. Она у меня хранится, поддерживается, используется для гибридизации и так далее. То есть из 6, более чем 6 тысяч, 2,5 тысячи показали свою способность к созреванию в условиях Беларуси. Ну, какая-то там небольшая часть этой коллекции используется как активная коллекция для селекционных целей, для скрещивания в качестве родителей они используются. Ну, а вот к Полесье вернусь. То есть я столкнулся с тем, что там люди знают, как это делается. Да, вот в более южных регионах Беларуси. Почему? Потому что на поздних спелых формах, которые там к концу сентября у меня не созрели до сухого состояния. Ну, то есть я не могу их поддерживать в условиях Беларуси. Женщины, которые мне помогали, в поле шли, собирали прямо эти зеленые бобы, там чуть-чуть окрашенные с этими семенами. Они довольно крупные семена уже внутри были. Ну, вот они их собирали в пакеты. Я говорю, что вы с ними будете делать? Там досушивать? Они говорят, нет, вот в подсоленной воде прям вот эти бобы будем варить, тут же вилкой их вскрывать, и изнутри эти семена, значит, вот это точно так, как едят в Турции, в Кении, ну, там, в каких-то странах, где я был, где-то нередко видел. Ну, то есть такая культура потребления овощной фасоли тоже есть. Есть специальные сорта для такого способа потребления. Вот, но пока в Беларуси это не популярно, соответственно, селекция в эту сторону не ведется. Хотя сорта такие в коллекции у нас тоже есть. Лечебное действие фасоли подтвердено, колоссальное количество публикаций есть на эту тему, они в основном все англоязычные, и именно антиканцерогенное, противораковое действие фасоли обусловлено тремя факторами. Первое, это значительное содержание, значит, волокон, пищевых волокон, которые являются хорошей профилактикой от онкологических заболеваний кишечника, ну, толстого кишечника в основном. Второй фактор, это значительное содержание кальция и других минеральных веществ, потому что хронические систематические дефициты, в том числе минеральных веществ, являются одним из серьезных факторов, ну, такого общего упадка, в том числе иммунитета. Не хочу сейчас уходить в область, там, от чего возникают, да, эти заболевания и так далее, там миллион причин, и, наверное, ни один доктор точно не скажет, почему у конкретного человека именно возникло это заболевание. Однако же, какие-то популяционные исследования, которые касаются особенностей диет той или иной народности или того или иного населения в какой-то стране, да, показывают, что те, кто употребляет значительное количество бобовых в пищу, и, в частности, фасоли, они болеют вот этими заболеваниями онкологическими желудочно-кишечного тракта, главным образом кишечника, гораздо-гораздо реже. И третий фактор, который является, ну, они все три решающих, да, это содержание полифенольных веществ, очень сильных антиоксидантов, которые содержатся именно в кожуре, в оболочке фасоли. Нельзя сказать, что чем темнее фасоль, тем она более полезна, или черная полезнее, например, там, чем коричневая, или чем еще какая-то. Польза обуславливается определенным соотношением определенных веществ. То есть красная фасоль может быть тоже очень полезной. Наибольшую антиоксидантную активность, если рассматривать там какие-то гигантские коллекции, там, департамента по сельскому хозяйству США, они характеризуют свои коллекции по этому показателю. Например, там наиболее таким сильным антиоксидантным действием обладают сорта с фиолетовой и сиреневой окраской, вот семян. Ну, мы в своей коллекции поискали, нашли, немножечко поскрещивали и создали такую линию черно-семянной фасоли. Она среднеспелая, среднепоздняя, я бы даже сказал. Я вам покажу на фотографиях, как она выглядит. Она не кустовая, но она созревает хорошо даже в Могилевской области. Почему я говорю даже в Могилевской, потому что у нас не Витебская область самая холодная, а вот вокруг горок, да, вот в этом регионе, это один из наиболее холодных регионов Беларуси, такой полуполюс холода Беларуси. Но даже там она хорошо созревает. Поэтому, несмотря на свой не кустовой габитус, то есть не кустовую форму роста, она вполне хорошо созреет. Так вот, мы из множества там линий каких-то сортов повыбирали и выбрали именно вот этот, потому что он содержит хорошую комбинацию пигментов, которая по данным литературы говорит о том, что он также будет обладать вот таким вот полезным эффектом. Она черная, она абсолютно черная, как подсолнуховые семечки, даже еще чернее. Ну и концентрация этих пигментов там очень и очень значительная. То есть на самом деле та же белая фасоль будет обладать всегда наименьшей ценностью, чем окрашенная. А среди окрашенных надо искать такую, которой биохимики показали, что она обладает очень хорошим соотношением пигментов. То есть не любая черная фасоль будет так же полезна, как эта черная фасоль. Хотя, если вы выбираете между белой и окрашенной, то давайте предпочтение окрашенной. Потому что даже если это белая фасоль там с желтым пятном у рубчика или с какими-то красными пестринами, то в любом случае она будет полезнее, чем чисто белая. Поэтому даже если вы варите суп, не используете ее на гарнир или еще на что-то, то старайтесь выбирать все-таки окрашенную фасоль. Ну а то, что мы фасоль едим с оболочкой, всегда в отличие от шлифованного колотого гороха, который можно покупать в магазине и потреблять в качестве основного бобового растения, ну просто потому, что он у нас очень доступен, дешево и в каждом магазине есть. Это не лучший вариант на самом деле потребления бобовых, потому что мы себя лишаем. Одной из важных ценных пищевых и диетических скорее составляющих это высокого содержания волокна в блюдах, приготовленных из бобовых. Поэтому опять же, если вы думаете, какой же суп мне сегодня сварить из гороха, из магазина шлифованного колотого или из фасоли, то все-таки отдайте предпочтение фасоли, потому что пользы вы получите гораздо-гораздо больше для здоровья. Ну и нельзя забывать об экологической ценности бобовых растений, потому что все-таки после себя они оставляют значительное количество азота, особенно если вы убрали и порубили эту солому, да, и закопали. То есть не выбросили куда-то, не сожгли, естественно, а использовали впоследствии для приготовления компоста или тут же измельчили и закопали прямо в землю. Если вы спаржевую фасоль используете, значит, вот собрали эту спаржевую фасоль и не дожидаясь того, когда растения засохнут, завянут в зеленом состоянии каком-то, если вы уже последний сбор сделали, закопайте прямо в землю. В этом случае ценность от выращивания бобовых будет гораздо выше. То есть не только с точки зрения пищевой и диетической ценности, но и с точки зрения обеспечения азотом и различными ценными веществами последующих растений. Ну, то есть вы создадите гораздо более экологизированную какую-то систему у себя в огороде, нежели чем если вы будете игнорировать эту группу растений. Тем более, что я уверен, что каждый огородник найдет для себя те разновидности или виды растений и разновидности внутри этих видов сортов, которые ему придутся по вкусу и которые он не купит в магазине, ну, в нашей зоне. Многие отказываются от выращивания зерновой фасоли, например, да, потому что площадь какую-то надо занять, там потом вылучивая ее сиди, да, как ее обмолотить. Ну, вроде как муторно и времени нету на это, да. Пошел в магазин и купил. Ну, окей, не хотите зерновую, пожалуйста, можно выращивать спаржевую, да, тогда, потому что спаржевую фасоль в свежем виде купить у нас в магазинах практически не представляется возможным. А ее ценность и пищевая гораздо меньше, конечно, чем сухой фасоли, ну, те, кто следит за стройностью фигуры, как раз это очень хорошая штука при низкой калорийности, она достаточно вкусная и очень полезная. Кроме того, спаржевая фасоль, хотя в гораздо меньшей степени, чем зрелая фасоль в своих створках, содержит аминокислоты, которые в том числе отвечают за снижение уровня сахара в крови. Поэтому для тех, кто имеет у себя диабет второго типа, надо контролировать сахар обязательно, потому что иногда ты просто чувствуешь себя немного усталым, и на самом деле у тебя сахар подскакивает, да, и если вы после 40 лет, то надо периодически этот сахар у себя, как и холестерин, там все остальное контролировать. То вот для тех, у кого уже этот сахар такой нестабильный или подскакивает там куда-то не в те цифры, им потреблять спаржевую фасоль обязательно необходимо. А те, кто, у кого это уже нормальный такой диабет, установленный диагноз, диабет второго типа, ну, надо стараться выращивать зерновую фасоль, и уже не столько ради зерна, сколько ради створок, потому что это на самом деле официально признанное лекарственное растение, есть сбора фразитин, который снижает уровень сахара, и там в обязательном порядке входят сухие створки фасоли, заваривать их в виде чая. Даже если здоровый человек будет пить этот чай, никакого вреда не будет абсолютно. Ну, а для людей уже в возрасте будет несомненная польза. К сожалению, я все время сталкиваюсь с тем, да, будь то чай из одуванчиков, да, из желтых этих серединок, будь то чай из створок, сухих створок фасоли, будь то потребление, значительное потребление, например, замена картофеля спаржевой фасоли, уж можно наморозить полный морозильник, пожалуйста. Вот. Это, казалось бы, очень простые вещи, через которые можно достаточно улучшить состояние своего здоровья и свой образ жизни, такое ежедневное состояние, ну, люди как-то очень игнорируют, да, то есть они все равно остаются в рамках своей традиции, то есть традиции питания, традиции потребления чего-то, а на самом деле можно понемножечку привыкнуть и к подобного рода каким-то, ну, нетривиальным на сегодняшний день способом укрепления своего организма, в том числе и через использование бобовых растений. Ну, если говорить непосредственно о пищевой ценности бобовых, то вы можете увидеть, что по некоторым сельскохозяйственным бобовым растениям, по тому же гороху, сою, в особенности количество белка, который содержит эти бобовые, оно выше, чем содержание белка в самом-самом каком-нибудь белковом мясе, да, там в куриной грудке или где-то еще, ну, где по минимуму жира и побольше белка. В каком-то смысле это ограничивает потребление бобовых, потому что нельзя столько много белка потреблять, да, то есть на самом деле много белка, это тоже плохо, поэтому бобовые чаще всего потребляются не в чистом виде, а в смеси, ну, с чем-нибудь, да, то есть это как гарнир какой-то, как добавка к чему-нибудь, но все-таки при всем том бобовые могут являться таким очень серьезным источником белка питания человека. Самым полноценным белком является, безусловно, белок мяса, да, то есть мясо, в чем меряется полноценность белка? В зависимости от того, какие аминокислоты туда входят. Белок состоит из аминокислот. Если, ну, наше тело, да, состоит из белка, Марк сказал, что жизнь – это существование белковых тел, да, мы тоже состоим из белка, чем ближе белок по составу к белку нашего мяса, да, к нашего тела, тем он более полноценный. Белок бобовых, как и белок зерновых, является неполноценным белком. Он не содержит в том же соотношении аминокислоты, которым содержит наш организм. Поэтому монодиета бобовых или полная замена бобовыми белка является нежелательной. Но здесь есть один замечательный нюанс. Дело в том, что белок бобовых неполноценный и белок зерновых, ну, там, ячменя, да, овса, пшеницы, то есть хлеб и так далее, он тоже является неполноценным. Он содержит избыток одних аминокислот и недостаток других. Так вот, счастье в том, что чего много в бобовых, того не хватает в зерновых. Чего не хватает в бобовых, того много в зерновых. Поэтому, если мы будем комбинировать одновременно бобовые с зерновыми, то в этом случае мы будем получать абсолютно полноценное белковое питание. В этом случае мы значительно можем сократить потребление мяса, если есть такая идея у вас, и заменить частично хотя бы его белком бобовых с зерновыми. То есть, если вы едите фасолевый суп, то обязательно с куском хлеба. Если перловая каша, пожалуйста, добавьте туда фасоль. Я знаю, что одно из традиционных белорусских блюд – это перловая каша с фасолью, ну, с чем-то еще, почти пополам. Ну, по крайней мере, у меня дома так готовят, это очень вкусно. И с точки зрения диетологии, питания – это очень правильно, когда комбинируются зерновые с бобовыми. Я путешествую довольно много, был в тропических странах, и очень много, где встречаю, например, рис с фасолью. Ну, в Перу, например, это была не фасоль, вот классическая фасоль в нашем понимании, это как раз был долихос, это были гиацинтовые бобы. Но у них это все фрихоль, да, то есть это все, ну, у местного населения это все одинаково фасоль, это уже ботаникам там разница есть, что это такое. А для них это все фасоль. И вот у них примерно треть вот этой фасоли и две трети риса. И вот что-то вроде плова, вот такое они едят. В очень разных комбинациях. Вот так они комбинируют. Я думаю, что это исторически сложилось, да, за какие-то тысячелетия у местного населения сложились определенные традиции потребления бобовых. В этом случае мы существенно снижаем какие-то негативные моменты от потребления бобовых и максимально делаем себе вот такую вот максимально полезную диету с участием бобовых растений. Это же касается гороха и всех-всех-всех остальных бобовых. Комбинируйте их с зерновыми, будь то каша, крупа, хлеб, там еще что-то такое, ну, вместе с зерновыми оно должно потребляться в пищу. Наиболее концентрированным с точки зрения белков, жиров, углеводов является зерно сои. Недаром оно завоевало любовь сельскохозяйственного производства, возделывается повсеместно в мире, там в тропических зонах очень много возделывается в Соединенных Штатах, ну, везде, везде возделывают сои, очень много в Беларуси пока еще не возделывают. В достаточном количестве очень зря, потому что все время говорят о том, что надо, 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 надо обеспечивать самим себя белком, сортов полно, технологий полно, но сельское хозяйство обладает некоторой инертностью, да, выращивают там пару наборов зерновых, там, сахарную свеклу, ну, что по разнарядке из района сказали, то и выращивают. То есть, вот никак не разовьют это сеянье сои, сеянье бобовых для обеспечения белка, населения и кормопроизводства. Покупают за границей. Но, как бы там ни было, сорта белорусской сои есть, они уже очень давно зарекомендовали себя, очень хорошие, замечательные. Вы в качестве образца получили семена одного из сортов, белорусских сортов сои, он прекрасно вырастает. Я потом, чуть позже, когда поближе про сою буду говорить, о нем скажу. Ну, нельзя, конечно, ну, давайте еще скажем про диетическую ценность, да, то есть, вот, если сравнивать фасоль, горох, сою, то фасоль вот так вот суммарно, если смотреть на все эти цифры, обладает наиболее разнообразным составом по микроэлементам, по витаминам, по каким-то микронутриентам. Но, с другой стороны, и горох, и соя тоже не уступают в этой самой ценности. Поэтому, когда я говорю о том, что фасоль, вообще бобовые, в принципе, являются очень важным источником для нас различных микроэлементов, то это действительно так, на самом деле, правда. Поэтому хотя бы один-два раза в неделю какие-то бобовые необходимо включать в свой рацион. Ну, овощные бобовые можно и гораздо чаще, потому что при низкой калорийности и практически отсутствии тех недостатков, о которых я сейчас скажу, они могут потребляться систематически и также являются поставщиками, ну, ценных микронутриентов, которых нам зачастую как раз и не хватает. Из-за этого мы хотим кушать, из-за этого у нас аппетит, из-за этого мы набираем вес. Мы полнеем. Почему? Потому что организму надо, да. Пока он не наберет необходимую дозу того или иного микроэлемента или витамина, он будет заставлять нас есть. Но так и калорий мы уже набрали сверх границ, да, пока мы там этого микроэлемента себе наберем. Поэтому концентрированные продукты питания, которые содержат в большом количестве эти микронутриенты, они очень важны, чтобы включались в питание. Это в том числе поможет нам избавиться от лишних калорий, вот этого переедания и от какого-то такого дикого аппетита, если он иногда нападает. Ну, мы говорим, организм умный, да, он знает, что ему надо, но иногда ему надо больше, чем на самом деле надо. Конечно, нельзя сказать о определенных недостатках бобовых культур, да, они тоже касаются практически всех. Ну, во-первых, это значительное количество нуклеиновых кислот, который они содержат, и различных азотистых небелковых веществ. Почему это опасно? Потому что, к сожалению, вот эти небелковые азотистые вещества в нашем организме превращаются в мочевую кислоту, а мочевая кислота, она имеет склонность образовывать кальциевые соли и откладываться у нас как в суставах, так и в почках, да. В итоге в одном случае мы имеем подагру, а в другом случае мочекаменную болезнь, да. Это бывает проблема для людей, которые склонны к подагре, у которых не совсем правильный, ну, такой, я не буду сказать, что неправильный, но специфический обмен веществ, который, ну, не работает до такой степени, чтобы избыток вот этих веществ выводить из организма. Ну, надо сказать, что та же самая проблема касается потребления мяса и рыбы, да. Они точно так же содержат, особенно рыба, значительное количество вот этих азотистых небелковых веществ и тоже являются источником в нашем организме мочевой кислоты и тоже приводят к обострению подагры, возникновению подагры, поэтому людям склонным к этим заболеваниям, им всегда не рекомендуются бульоны, да, супы на мясе, на косточки там и так далее, и так далее, все эти мяса. То есть здесь вот эти белковые продукты, что растительного, что животного происхождения, они, ну, одинаково опасны для людей, которые склонны вот к такому типу обмена веществ. Но отсюда есть выход, выход определенный. Дело в том, что если мы потребляем, будь то, ну, мясные продукты, да, или бобовые те же, если мы их потребляем одновременно с пряностями, которые увеличивают диурез, то есть мочегонным эффектом обладают, да, то в этом случае мы помогаем нашему организму избавляться от избытков мочевой кислоты, не давая им кристаллизоваться в почках или застревать у нас в суставах. Ну, подагры, да, кристаллики образуются, да, кальциевых солей, и суставы начинают плохо двигаться, начинают двигаться, травмироваться, воспаляться, потом все это болит и целая проблема. То есть одним из способов профилактики этого заболевания, в том числе, если вы потребляете бобовое или мясо, да, без разницы, вам нужно пить побольше жидкости, поэтому все эти рекомендации про 2-2,5 литра в день, они имеют смысл, да, потому что вы выводите вот избыток вот этих веществ. Конечно, кто-то из пол-литра в день выживет прекрасно, да, а у того, у кого есть проблемы с обменом веществ, но они должны, соответственно, пить больше жидкости. Это не может быть общей рекомендацией для всех абсолютно. Потому что у кого-то хронические нефриты, у кого-то почечная недостаточность, у кого-то там еще какие-то проблемы с солевым и водным обменом, каждый должен это решение пить больше или не больше, принимать для себя самостоятельно, с учетом там своей какой-то истории болезни. Однако же, в целом, общая рекомендация именно такая. А кроме того, использование одновременно пряностей, которые будут обладать мочегонным эффектом. Наиболее распространенными в нашей зоне таковыми пряностями являются этот мин, да, это укроп, ну, зонтичные растения, они как раз обладают мочегонным эффектом. Ну, кроме мочегонного, у них куча всяких полезных эффектов. Ну, мочегонный один из таких вот хороших, да, то есть надо приправлять пищу вот такими вот пряностями. И зелень укропа сюда же, и петрушки, и так далее, то есть все это очень благоприятно. И кинза, да, это все-все-все сюда. Вот, они, эфирные масла, которые там содержатся, они легонечко раздражают. Почки, да, почечные канальцы, они начинают получше работать, да, когда у нас уже возраст наступает, у нас уже организм, его надо подхлёстывать, да, чуть-чуть подхлёстывать. Там не только через две ступеньки стараться бегать и двигаться, и в огороде там копать, как трактор белорус, но еще изнутри тоже немножечко себя вкусным баловать, таким вкусным, и подхлёстывать работу внутренних органов. Ну, и, конечно, очень хорошей сопутствующей пряностью ко всем бобовым является пряность из семейства губоцветные. Это базилик, это майоран, это душица, это исоп, это чабёр, чабрец и так далее. То есть вот вся вот эта группа пряностей, ну, базилик, наверное, да, он такой придает средиземноморский вкус блюдам из бобовых, в том числе из мяса, и приятный розмарин. То есть вот всё, что относится к семейству губоцветных, является тоже очень хорошей пряностью для потребления с бобовыми. С чем это еще связано? С тем, что многие бобовые в составе своих семян содержат так называемые антипитательные вещества. Это приспособление растений от поедания их различными вредителями и от поедания животными. Когда вредители или животные их поедают, у них в животе случается революция, потому что, а, либо содержатся вещества, которые блокируют пищеварительные ферменты, и эти белки, там, всё, что есть, они просто недоперевариваются, да, потом поступают в толстый кишечник, и нам делается худо. Либо они содержат сахара, там, арабиноза и другие сахара, которые не усваиваются нашим организмом. Это та же проблема, что и лактазная недостаточность, когда с возрастом люди перестают воспринимать молоко. Но если в детстве они воспринимали, да, а потом с возрастом перестали, то в отношении бобовых могут быть сорта, которые и в детстве, и в юности, и во взрослом состоянии, и в пожилом состоянии не переносятся, потому что они, в принципе, содержат сахара, которые не потребляются нашим организмом. Но они замечательно потребляются кишечной микрофлорой, да, и кишечная микрофлора уже есть не остатки пищи, которую наш организм не переварил, да, а с большим удовольствием получает огромные дозы питательных веществ, и у нас начинаются там неприятные ощущения в организме от потребления бобовых. Вот для того, чтобы снять вот эту всю симптоматику, да, неприятных ощущений и так далее, блюда из бобовых достаточно приправлять растениями семействов губоцветных. Ну, вот те, которые, я сказал, базилик, чабрец, душица, майоран, там, и так далее, и так далее. Поэтому вот можно подружиться с бобовыми культурами, даже если ваш организм их как бы, ну, не очень переносит. То есть используйте всего лишь навсего вот эти наборы пряных растений. И тогда не мочекаменная болезнь, да, и подагра не захватят вас. Ну, больше жидкости, больше пряностей, и почаще потребляйте бобовые, все будет хорошо. Поговорим о горохе, да. Начну свой рассказ, наверное, с наиболее распространенного бобового растения, умеренной зоны возделывания, потому что на самом деле наиболее распространенной пищевой бобовой культурой в мире является фасоль. Но она очень распространена в тропических зонах, а вот в умеренной зоне в нашей зимой холодной более распространен горох. Здесь на вот этой фото, на этом фото представлены типы гороха, такие сортотипы, да, группы сортов по строению боба, боба. Вот здесь вот я отсюда начну. Да, не начну. Далеко не уйду. Сейчас, может, попробую. О, вот я так пальцем покажу, вот этой штукой. Смотрите, вот это вот самый обыкновенный зерновой горох, да. Это то, с чем мы, в общем-то, сталкиваемся довольно часто. Если мы в поле видим, посеяли горохо-овсяную смесь какую-нибудь, да, если она цветет беленькими цветочками, значит, горох точно не будет горький. Вот. И мы пошли, значит, там натаскали. Но в чем проблема зернового гороха на ранней стадии развития? Он очень рано образует крахмал. Поэтому, когда мы вскрываем такой бобик в зеленом состоянии, в овощном состоянии, он невкусный, да, он крахмалистый. Этот крахмал во рту цепляется. Если мы его закатываем, консервируем, то он разбухает, дает много крахмала на дне в виде такого геля, глеобелого осадка. Вот. В общем, не самый лучший вариант для использования. Если мы варим его в суп, например, ну, я шутить буду, да, натаскали в поле, да, заморозили, потом в суп бросили, но он тоже весь разварился. Оливье из него не сделаешь. Он как каша будет. Ну, а в сухом виде это привычный нам нормальный горох. Он, как правило, гладкий, без каких-то там либо особенностей. Второй тип, вот, который мы часто используем, вот этот, вот этот, да, третий. Это овощной горох. Овощной горох – это именно тот, у которого створка плотная, створка с пергаментным слоем, а у всех бобовых внутри створки имеется пергаментный слой. Он такой жесткий, то есть, если его начинать кусать, то он в волокно такое, в мочало превращается. Это приспособление бобовых к разбрасыванию семян. Когда бобик созревает, у него пергаментный слой сокращается, он другой структуры немножко, чем вся остальная створка, и он высыхает сильнее. В итоге он, тык, выкручивается, да, и разбрасывает семена во все стороны. Бывает, что когда бобовые очень сильно пересохли, до этого бобика дотрагиваешь, и все, все семена разлетелись, ничего не осталось. Вот. Вот у него такая вот створка с пергаментным слоем. Кроме того, в бобике имеется шов внутри, да, по которому он скрывается. И вот волокно этого шва очень грубое. То есть вы, если возьмете этот бобик, когда вылучиваете оттуда зеленый горошек, то вы прям можете это волокно оттуда вынуть, оно как нити такие внутри, жесткое. То есть вам надо боб этот вскрыть и вынуть оттуда зеленый горошек. Во влажном состоянии этот горошек является гладким, да, ну, привычный зеленый горошек, самый обыкновенный. А особенностью этих сортов является то, что в сухом состоянии горошина является морщинистой. Она такая, как будто сжатая, да, вот он называется мозговой. Все время в детстве, когда доставали этот зеленый горошек на Новый год на Оливье, да, всегда на банке читал из мозговых сортов. Что за мозговые сортов? В чем дело? Где там этот мозг? Горошек и горошек на вилку наколов, гладкий, никакого мозга нет. Потом уже, когда, конечно, стал учиться, тогда уже увидел, в чем дело. Значит, он, да, такой морщинистый-морщинистый весь. И вы там в своих пакетиках можете образцы такого гороха тоже найти. Самые лучшие сорта мозгового гороха выглядят как барабанчики. Они с двух сторон уплощены, да, и у них есть две плоские поверхности. Это связано с тем, что горошины в бобике очень плотно прилегают друг к другу. И по мере роста начинают давить друг на друга, да. Одна горошина давит на другую, они же в бобике упакованы друг за дружкой. И вот чем сильнее они давят друг на друга, тем больше эта семечка похожа на барабан. Поэтому, когда вы выбираете сорта овощного гороха, старайтесь выбирать те, которые больше всего похожи на барабан, на морщинистый по бокам барабан, да. Вот они будут самыми вкусными, самыми продуктивными, самыми лучшими. Вот их, а почему так? Потому что длина боба достаточно ограничена, а вот количество зерен, которые туда можно упаковать, очень разное. Чем лучше селекционер постарался и упаковал побольше туда зерен, да, в каком-то бобике может быть 6, а в каком-то и 12. Да, так вот если их 12, ну так их в два раза больше в одном бобике. Значит, селекционер постарался и упаковал их туда посильнее. Значит, бобов столько же, а семян в два раза больше. Вот вам прогресс селекции. Поэтому вот если сорта, значит, как барабан. Сами семена в сухом состоянии овощного гороха могут быть как зеленого цвета, так и желтого цвета. В принципе, никакой разницы по вкусу, когда он в виде зеленого горошка, нет. Да, вы можете ориентироваться только на то, что вам больше нравится. Зеленый, желтый не имеет значения. Хотя, как правило, в большинстве случаев овощные сорта в сухом виде зерна обладают зеленой окраской семян. Вот в той же Великобритании я очень часто сталкивался с тем, что на сухое зерно, вот этот шлифованный колотый горох, у них тоже зеленого цвета. Вот им нравится, чтобы он был зеленого цвета. У нас, пойдите в магазин, никогда не найдете зеленого колотого гороха шлифованного. Он всегда желтый, потому что в нашей культуре вот крупа гороха – это всегда желтые половинки. Он так красивее в супе, а им зеленый красивее в супе. То есть, на самом деле, это не имеет никакого значения, какого он будет цвета. Это вопрос только какого-то гастрономического и зрительного предпочтения и восприятия. Ну, еще один из таких новомодных типов гороха – это зерновой горох вот с таким вот бобиком, как бы мне его показать. Ну, вы видите, фиолетовый, черный. Он на самом деле фиолетовый. Это старинный сорт, который очень широко распространен в заграницах. Он самый обыкновенный горох, овощной. Ну, его как зерновой тоже можно использовать. Довольно рыхло горошины уложены внутри. Сколько я не покупал горохов, как бы они ни назывались в магазине. Ну, это за Беларусь скажу, да. То есть, у нас в магазинах я покупал. И картинки были разные, и названия разные. Но это все один и тот же сорт, Блау Шокер. Один и тот же, никакой разницы. Вот как бы пакетики ни назывались, все равно это тот же самый Блау Шокер. Он, к сожалению, не спаржевый, да, не сахарный, которым я скажу. Ведь ценность этой черной створки в чем? Она темно-темно-фиолетового цвета. Ценностью в том, что она содержит колоссальное количество антоциановых пигментов. И в отличие от спаржевой фасоли, спаржевый горох можно потреблять в сыром виде. То есть, можно срывать бобик и съедать, да, как кролик полностью. И варить его можно полностью со створкой. Но вот этот вот Блау Шокер, да, во многих его отражениях в пакетиках, он не является таковым. У него нормальная стандартная лущильная створка. То есть, с волокном, с пергаментным слоем. Ее ни в молодом состоянии, ни во взрослом состоянии не слопаешь. Вот, хотя очень бы хотелось. Ну, для экзотики посеять можно. Почему бы и нет? Она довольно интересная. Зерна у него крупные. Ну, то есть, я к тому, что если вы вдруг в магазине увидите, и что бы у вас не выросло, вы в любом случае не разочаруетесь. Потому что, во-первых, это необычно, довольно красиво. А во-вторых, ну, все равно там горошины крупные, красивые, можно их... Нет, горошины коричневые сверху. Коричневые. Вот. Ну, оболочка у них. Коричневая, а внутри он такой оранжевый-оранжевый. Это хорошо, там как ротиноидов много. То есть, можно сварить гороховый суп из него, как из фасолевого, да, то есть, это будут сухие зерна, но они будут в оболочке с необходимым количеством клетчатки, то есть, со всеми... Ну, кстати, это очень вкусно варить горох не шлифованный, да, у него совершенно другой запах. Вот вкус у супа гораздо более насыщенный. Вот у нас не продают не шлифованный горох. Не знаю, в общем, везде за границей продают. У нас, может быть, в маленьких пакетиках, в отделе здорового питания, за какие-то сумасшедшие деньги, можно купить обыкновенный не шлифованный горох, который должен, по идее, стоить копейки. Ну, вот у нас не продается. При этом, вкусовые и пищевые качества и ценность такого гороха гораздо выше. Ну, то есть, опять же, вы в любом случае не разочаруетесь в том, что приобрели этот горох. В ваших пакетиках тоже вам может попасться такой горох с фиолетовой створкой. Я не гарантирую, что он обязательно будет сахарный. Но шанс, что кто-то из вас, а может быть и большинство из вас, отберет сахарные формы фиолетового гороха, есть. Почему? Потому что именно скрещивался вот такой вот горох с фиолетовой створкой с типичными сахарными сортами. Это означает, что есть возможность получить комбинацию этих признаков, то есть фиолетовая створка и сахарный тип боба. И в этом случае вы можете отобрать и хвастаться, что у вас есть свой, собственный, исключительно ваш личный сорт, которого нет ни у одного человека в мире больше никогда. Потому что воспроизвести генотип такой невозможно, точно так же, как двое детей не может родиться даже от тех же родителей, да, совершенно одинаковых. Ну, не берем близнецов, они вегетативным размножением размножились. А семена растения такие же будут? Да, а семена уже будут воспроизводиться, потому что я вам даю селекционный материал уже в достаточно далеком поколении. Это уже пятое поколение от скрещивания, в принципе, гороху достаточно 7 лет, чтобы уже полностью превратиться в такую чистую линию, чтобы визуально, морфологически он уже потомство не отличалось от родителей. Ну, может быть, там что-то чуть-чуть, но незначительное. И третий тип, который мне больше всего нравится, ну, тут третий и четвертый, но это в целом, как бы сказать, спаржевые горохи. Это вот раз, два, три, четвертый бобик и вот набор следующих бобиков. Надеюсь, что всем вам попадутся, потому что, ну, на самом деле, случайным образом каждому что-то сыпалось, но я надеюсь, что всем попадутся эти горохи. Особенно, что касается вот этого спаржевого гороха, который с самого краю. Он очень экзотический. Есть очень мало сортов, которые действительно так выглядят. То есть это боб вот такой вот длины, да, вот без преувеличения. Вот такой вот, такого диаметра на поперечном срезе, с крупными горошинами, как правило. Спаржевые горохи, сахарные горохи, спаржевые горохи, они отличаются тем, что они не содержат пергаментный слой и они не содержат грубого волокна. Конечно, есть разные варианты спаржевых и фасолей, и горохов. Они могут содержать в большей степени или в меньшей. Есть сорта, которые вообще пергаментного слоя не содержат. Есть сорта, которые частично пергаментный слой содержат. Поэтому они в более ранней фазе используются как сахарный спаржевый, а в более поздней фазе используются уже просто как овощной. Вот я выделил сахарный и спаржевый горох. На каком основании? У сахарного гороха форма боба практически повторяет форму боба у лущильных сортов, зерновых и овощных. То есть он просто гладенький, ровненький. Но когда вы его ломаете поперек, вот зерновой и овощной горох, вы боб поперек никогда не сломаете. Его держит пергаментный слой и его держит волокно, да, армирует. А вот этот сорт вы срываете бобик, чик, и он с таким треском ломается, да. Он поэтому называется снэп по-английски, да, там подписано снэп, это щелк, да, то есть вы можете его поперек разломать. Из него сок брыжет. Он сладкий такой, вот есть сорта до такой степени сладкие, вашей популяции тоже могут попасться эти сорта. Ну как будто его сахаром посыпали. То есть вот он действительно настолько сахарный, настолько сладкий, очень вкусный. Даже створки вот эти вот молодые, они очень сладкие. Да, и вот именно с этой створкой и надо потреблять пищу. Его можно варить, его можно кипяточком обдавать, да, в виде гарнира. Его прекрасно замораживают, то есть это нормально, совершенно овощное растение. В отличие от спаржевой фасоли, он естся в сыром виде, что очень удобно. Пошел в огород. Семена продаются или нет? Я скажу вам так. Я в магазине, я каждый год покупаю наборы сортов фасоли, ну конечно какие-то, которых у меня раньше не было. Иногда даже покупаю те, которые у меня раньше были. Потому что год на год не приходится. В один год купишь, там одно насыпано, в другой год купишь точно так же пакетевку, где там насыпано нечто совершенно иное. Ну естественно, что коллекционирование сортов подразумевает постоянное пополнение коллекции, испытания новых сортов. Я среди сортов, продающихся даже под видом сахарных, в Беларуси ни разу сахарных сортов не купил. Это хорошие овощные сорта с лучильной створкой. Однажды мне удалось купить сахарные сорта, но они были в смесе. Даже когда пакетик вскрыл с семенами, я сразу увидел, что семена разные внутри. Ну даже по внешнему виду они были разные. И там, может на 10 семян, которые в пакетике были, одно действительно выросло, ну действительно сахарный вот сорт вот с таким вот типом боба. И один раз мне попался жигаловский. То есть написано было жигаловский, я хапну, наверное, пакетов в 7 сразу же, я сразу много покупаю, потому что авось там одно из них вырастет жигаловское. Ну так и было, что там может быть 3 растения из 7 пакетов действительно были жигаловские. Все остальные были лишь бы какие. Ну не лишь бы какие, это были нормальные овощные сорта, которые можно было вкусно есть, как зеленый горошек, но не с целой створкой. То есть пока у нас чистосортность семян, которые сыпят и называют сахарным горохом, она пока что страдает в этом смысле. Ну во всяком случае я вас сейчас научу, как отличить одни от других, не только в фазе потребительской спелости, когда вы можете их есть, но также в фазе созревания самих бобов. То есть если вы до семян довели уже эти сорта, то вы на уровне сухих бобов и сухих семян точно сможете отличить один сорт от другого. Ну вот с моей точки зрения вот этот спаржевый горох, который с краю, это три стадии его развития, да, ну можно было еще четвертую положить, когда он не уплощенный гребень такой, а когда там уже воздух внутри появляется. Вот он вот такой вот толщины моего дома режем, знаете, как колбасу и в суп такой, ну идешь в огород, морковочку молодую дернул, там петрушечку какую-то, там горошков сколько-то, да, там кабачочек какой-то, бульон есть, значит все это порезал, суп сварил, очень вкусный такой овощной. И вот этот горох, он очень вкусный и в вареном, и в сыром виде. То есть это, конечно, такая овощная культура, которая еще не завоевала у нас популярность, но это очень зря. В те же скандинавские страны выезжаешь, там если в ресторане кушаешь или еще там где-то, то тебе обязательно на гарнир положат этот горох. То есть вот он буквально чуть-чуть в кипяток, может на три минуты был опущен, эти створки, они такие полусырые, ну чуть-чуть припущенные в кипятке, в соленом. И они обязательно как гарнир, но это очень полезно, это правильно, это элементы здорового образа жизни. Он как испаржи. Если вы эти бобики заморозите, вы их точно так же можете потом в суп отварить. Ну, конечно, в сыром виде после разморозки вы его не съедите, но в виде какого-то овощного супа или потушить с овощами, там с тем же кабачком, тыквой, там капустой, еще, пожалуйста, его везде можно. В заграницах нельзя купить вот этого сахарного продукта, если там уже эта культура активируется активно? Нет, они как бы во всем мире есть эти сорта, и они в общем-то в заграницах продаются и в коллекции вот попадают. То есть это не то, чтобы какая-то экстра редкость, но у нас, я вот говорю как есть, то есть мне в пакетах чисто сортные семена, даже если на пакете написано сахарный, удавалось набрести на них достаточно редко, да, там шугабон какой-нибудь, вот самый, наверное, распространенный немецкий сорт шугабон, да, сахарный горох, если по-немецки читать. Ну, не попадалось, ну ни разу мне, я каждый год его покупаю этот шугабон, и ни разу мне еще не попался, чтобы он был сахарный. Сахарный, он обыкновенный, хороший, овощной горох, ничего не скажу, но не сахарный. Интересно, что вот колхозные поля, я вот сейчас смотрю на эти фасольники, на колхозных полях растет смесь сортсов. Я там смотрела сахарный горох, мы его били именно со створками. Ну, смотрите, в молодом виде, в молодом виде, когда еще зернышек там нет внутри, когда они еще не сформировались, любой горох будет сладкий, да, но как только зернышки чуть-чуть перестанут быть водянистыми и уплотняться, сразу образуется волокно, пергамент, и вы его уже не съедите. А сахарные сорта отличаются от всех остальных, что они до стадии созревания сохраняют отсутствие. Вот в чем-то и дело, что именно вот эти уже были полные, а вот эти вот молоденькие, вот почему? На собственном опыте. Я же не знала, почему. Я думала, ну просто они вызрели. А они вот эти созрели, а эти молоденькие, мы специально ходили, выбирали. Вот такие были. Знаю я. Колхозы и пересортицы. Слава Богу, в инспекции по семеноводству не один год поработал. Понимаю, что они туда могут сыпануть. Пожалуйста, а вот эти бабы сахарные, вот росли у меня такие, да, в конце стали немножко отвердоватые, но они больше всего поражаются мучнистой росе. Поражаются. Сейчас тоже расскажу об этом. Ну, я не могу сказать, что вот именно сахарные спаржевые сорта более подтвержены мучнистой росе. Все-таки это больше сортовые особенности, да, какие-то сорта более толерантные, какие-то менее. Но просто с учетом того, что у нас нет сортового разнообразия. То есть, если вы зайдете в наши магазины семян, да, там, в сорте овощ, в агромаркет, туда-туда, по гипермаркетам пробежитесь, то, ну, сортов 10 овощного гороха разных вы найдете точно. Это 100%. Ну, десяток сортов, это я вам гарантирую, что вы найдете. Что касается, ну, и среди них вы можете найти более устойчивые там к болезням и менее устойчивые. Или более устойчивые именно в вашем огороде. Потому что на самом деле на разных огородах мучнистая роса может быть тоже разная, да, у вас не поражается, а в соседней области поражается. Ну, потому что разные расы возбудителей тоже есть. Что касается сахарных сортов, у нас просто очень узкое разнообразие сортов, можно сказать, его нету, да. Ну, вот вам повезло этот шугабон, может быть, да, прихватить в магазине, и он там оказался, это действительно шугабон. Но это скорее исключение, и вот может, и тогда у всех этот шугабон, и у всех он поразился мучнистой росой. Но это не потому, что сахарные сорта больше поражаются, это потому, что у всех один и тот же шугабон, и у всех он одинаково поразился. Вот, а среди овощных сортов, ну, можно найти более толерантные. Вот смотрите, что у фасоли, что у гороха, да, чем отличаются зерновые сорта от спаржевых и сахарных. Вот здесь, вот в нижнем углу, типичный случай зернового гороха, да. Створка вскрылась, внутри она блестящая, там пергаментный слой. Если ее вовремя не убрать, то все эти семена повываливаются. Ну, вот конкретно в этом горохе здесь добавлен ген неосыпаемости, там, где семечко приросло, можно сказать, вот этой семеножкой к створке боба, и даже если он вскрывается, он не осыпается. Ну, это давнишний, так сказать, уже ген, давно широко используется в производстве при создании зерновых сортов. То есть, ну, даже если он вскрылся, все равно потери урожая нет, он не отваливается. В комбайне уже отвалится, а из створки не выскакивает. Вот, ну, смотрите, зеленые есть, желтые есть, да, морщинистые есть. Вот видите, там на крайнем и среднем вот есть гладкие горошины, а есть с такими вдавленностями морщинистые. Вот, это вот что касается зернового гороха. У фасоли точно так же. Если створку вы нажали пальцами, она у вас вдоль открылась, то это зерновая фасоль, никакая не спаржевая. Гладкая створка. А вот посмотрите наверху, это бобы сахарного гороха. Вот смотрите, через створку прям просвечивают горошины. Вот видно, что они там внутри. Створочка тоненькая, да. Она, когда не зрелая, зеленая, она толстая, она налита соком. Но там мало клетчатки, да, мало волокна и много сладкого сока. А потом, когда она высыхает, она буквально делается прозрачная, тоненькая. Она не вскрывается. Эти, что спаржевую фасоль, что спаржевый горох, его гораздо легче вскрыть поперек, да, разломать, чем вдоль. Есть такие сорта спаржевой фасоли, это проклятие для селекционера. Их ни молотилка не берет, да, она их рубит пополам. Получается, каждая семечка отдельно, одетая в кусочек боба, да, как внутри, как в одежке. И ничем его не отмолотить оттуда. Там нету волокна внутри. Не вылучивается бок, да, поперек ломается и не вылучивается. Точно так же у сахарного гороха. И вот он из-за того, что волокна нет, пергамента нет, он даже в сухом состоянии остается полностью закрытый. Вот если у вас горох созрел, у вас гладкая створочка, и она вот только до нее дотронься в сухом виде, она уже и выстрелила этими семенами. Это зерновой. Ну, лущильный, да, он может быть и овощной тоже, если с морщинистыми мозговыми семенами. Но это лущильный боб. А вот если вот он такой, я думаю, что вряд ли кто-то из вас когда-либо видел вообще такие бобы, но надеюсь, что теперь увидите в той популяции, которую посеете. Вот это самый настоящий сахарный горох. Поэтому, если вы сомневаетесь, сахарный у вас или не сахарный, если вы сомневаетесь, спаржевая фасоль у вас или нет, что спаржевый горох, что спаржевая фасоль, вот они вот так вот выглядят. Это такие морщинистые бобы, собранные в такую сборочку, да, которые очень тяжело пальцами вылущиваются. Вот это тогда оно спаржевое, по-настоящему спаржевое и сахарное. Поэтому в той популяции, которую вы получили, вы, ну, то есть вы можете пробовать бобики, да, смотреть, вкусно вылущивается, не вылущивается. Но когда вы доведете его до состояния созревания, обязательно отберите вот именно такие бобики. То есть они не испортились, они там, ну, это нормальная ситуация, что вот они так выглядят. Отберите именно эти растения, и вы будете знать, что вы являетесь обладателями уникальных сортов. При этом у вас, у вас, у вас, у вас они будут, и у каждого из вас у вас будет свой сорт, свой индивидуальный персональный, вы их не воспроизведете. То есть у каждого из вас будет свой индивидуальный набор этих сортов. Вот, ну, надеюсь, что все хорошие. Осенью с нас со всех поселят. Не надо, не надо, не надо. Потому что это такие гектары уже засевают с этим селекционным материалом, можно умереть просто над ними. Кроме того, что горохи отличаются вот по типу бобов, да, и, соответственно, по назначению, по их потреблению, что-то на суп, что-то на зеленый горошек на заморозку, на консервирование, что-то на потребление в целом бобом. Горохи еще отличаются по типу листа. Это важно с точки зрения их технологии выращивания. Я думаю, что вы тоже у себя найдете в этих популяциях разные типы листа, потому что, ну, там скрещивались формы с разными типами листа, соответственно, будет какая-то фикс-микс-смесь. Посередине фотография с нормальной привычной формой листа, когда есть лист, листочки, а на концах усики, да, он цепляется за опору. Очень здорово. Слева у нас форма, вот она, смотрите, с черными бобами, между прочим, такими, ну, темно-фиолетовыми, и она безусая. Называется акациевидный лист. Вот такие формы, чаще всего кустовые, они точно не требуют никакой опоры, им нечем цепляться, да, они не будут ничем цепляться. Я стараюсь делать их низкими, короткими, не полегающими, хотя для гороха это достаточно сложно, потому что стебли у него мягкие, бобов много, центр тяжести, да, наверху весь, где бобы, он взял и повалился. Но если их посеять достаточно густо, а как посеять, я расскажу чуть позже, то они, в общем-то, все формируют один какой-то блок и не требуют ни подвязания. Ну, им даже, даже, если бы вы даже захотели их подвязать, все равно они ни за что цепляться не будут. У них просто усиков нет. И с этой вот стороны, с правой, это усатые горохи. Усатые горохи достаточно популярны, хотя среди овощных сортов их не так много, хотя уже в пакетиках можно купить усатые сорта, нарваться на усатые сорта. Они чем удобны? Они могут быть достаточно высокими, но у них, наоборот, нет листочков, да, у них листочков нет, есть только одни усики, и очень такие большие, широкие и мощные. И вот они растут, друг за дружку цепляются этими усиками, и друг дружку поддерживают. То есть они могут быть достаточно высокими, и они формируют такой неполегающий массив без подвязки, даже без подвязки. Но что в первом случае, что во втором, ну, в первом без усы, а во втором, наоборот, усатый, да, для того, чтобы они не полегали, их надо высаживать достаточно большим массивом. Ну, то есть один рядочек по-любому поляжет. То есть надо хотя бы три рядочка, чтобы они друг дружку держали, да. Ну, чем больше рядочка вы посеете, чем, так сказать, площадь их больше будет, тем лучше они будут друг за дружку цепляться. То есть в этом смысле лучше сделать рядки покороче, но побольше рядков, да. То есть вместо двух длинных сделайте четыре коротких. В этом случае их вообще не надо будет подвязывать. Вот, они будут держаться. Ну, а тот, который посередине, такой наиболее привычный дикий тип, то, что называется у селекционеров, он, конечно же, обязательно требует подвязки, потому что иначе он кублом таким вырастет, ляжет и начнет гнить очень активно. Поэтому его лучше всего подвязывать. Ну, как я уже сказал, подвязывать его лучше просто на шпагат, то есть несколько палок по краям грядки сделать и протянуть шпагат вдоль, поперек, по диагонали. И он уже, знаете, один зацепится, второй за этот, третий там еще за что-то. И, в принципе, они все сформируют достаточно устойчивую такую грядку. Не так много там заботы на самом деле. Ну, на обыкновенную грядку, ну, пусть там шесть палок воткнуть, шпагатом обмотать вдоль, поперек всех, их паутинку такую сделать. Да и все дела. И будет прекрасный горох. Агротехника гороха совершенно не сложна. Горох среди всех бобовых растений, ну, наряду с бобами, в общем-то, но даже более чем бобы, является холодостойким, холодоустойчивым. Иногда даже выращивают подзимний горох. Есть зимующие сорта гороха, хотя они более распространены в Европе, в более теплых зонах, а зимые сорта. Но я неоднократно сталкивался с тем, что горошины упали, замерзли, и весной опять пошел расти горох. То есть они даже могут перезимовывать. Чем раньше вы посеете горох, тем больше у него будет продуктивность. Почему? Как я уже сказал, чем больше будет вегетативная масса, тем больше он даст урожай. А вегетативная масса у него нарастает до тех пор, пока длина дня не наступит, такая, которая благоприятна для образования цветков. Как только цветки образовались, пошло образование бобов, он еще немножечко подрастет и остановится, потому что он все силы отдает на формирование бобов. Если вы эти бобики обрываете, например, периодически, как сахарный горох, точно так же, как у спаржевой фасоли, то вы продлеваете период плодоношения гороха. То есть он еще подрастет, еще немножечко цветочков больше даст. Если вы его так и оставили, то значит уже при массовом образовании бобов он приостановит свой рост, расти уже не будет. Уже будет только работать на налив бобов, на созревание семян. Поэтому чем раньше вы его посеете, тем больше будет урожай. Нет, горох практически не боится заморозков. Даже если он немножечко пожелтеет, какой-то хлорозик на нем от заморозков получится, он прекрасно отходит. И вообще в случае, чтобы горох замерз и умер, я в своей практике такого не встречал. Попадал он под заморозки, и даже в прошлом году заморозок накрыл, в позапрошлом году заморозок накрыл поля где-то 4 июня. И такой заморозок накрыл, что просто минус 4 градуса было. В прошлом году. И в прошлом году, да, да. Ну, в позапрошлом году. У меня в Могилевской области как раз позапрошлом году, то есть там просто все звенело ночью, и горох остался абсолютно... Кукуруза подмерзла, листочки, да, там вот эти кончики. Но она отошла, но, конечно, уже урожай не совсем тот, но все равно отошла. А гороху хоть бы хны, абсолютно не страшно. Поэтому не тяните с посевами гороха. При этом, чем раньше вы его посадите, тем обильнее и даже пораньше будет урожай. Плюс еще один очень важный момент в раннем посеве гороха. Чем раньше вы посадите, тем более он устойчив будет к гороховой плодожорке. Меньше, ну, то, что мы называем червяков, да, на самом деле это не червяк, это личинка, да, такая червеобразная, гусеничка внутри. Но чем раньше вы посеете горох, тем меньше риски того, что он поразится вот этими самыми плодожорками. Горох возможно высевать в конвейерном режиме. Вы можете его посеять там 15 апреля, 1 мая, 15 мая, 1 июня, 15 июня, и вы все будете все время получать продукцию зеленого горошка или овощного гороха. То есть для него возможен конвейерный режим посева. Это хорошо для продлевания периода плодоношения гороха, потому что горох многие не любят, за то, что вот он отплодоносил, бобики собрали, в середине лета уже грядка пустая. Ну, это на самом деле ничего страшного, закопал этот горох внутрь зеленый, и посей как раз редьку, редиску, там, дайкон, еще что-то, то, что высевается в июле, во второй половине лета. То есть надо просто рационально использовать эту площадь огородную. Но можно делать и конвейер, высевать его периодически. Междуряди для посева гороха должны быть примерно 15 сантиметров. Он сеется узкорядно. Сеется в довольно густом цинозе, потому что высокая густота стояния растений, он вытягивается немножечко вверх, цепляется друг за дружку, как я уже сказал, да и дает более устойчивые такие посадки, чем если вы посеете редко. Конечно, чем гуще вы сеете до какого-то момента, при очень высокой густоте стояния растений, все бобовые реагируют отрицательно и уменьшают количество бобов. Чем реже находятся растения друг от дружки, тем больше бобов вы получите. Но при выращивании растений надо соблюсти некую золотую середину. Соответственно, вот золотая середина, это междуряди 15 сантиметров и между растениями, ну то есть между семенами, примерно 2-3 сантиметра должно быть. В этом случае вы получите золотую середину между густотой стояния, то есть неполеганием этих растений и количеством бобов, то есть достаточной продуктивностью. У бобовых вот эти технологические моменты еще являются очень важными. Почему? Потому что как только посадки сомкнулись, у вас нет проблемы прополки. Вам нужно выдержать, ну, без сорняков, бобовые растения, а бобовые очень реагируют на зарастание сорняками, только до смыкания. Понятно, что чем гуще вы посадите, тем раньше будет смыкание. Но ваша задача все-таки урожай получить, а не грядки без сорняков. Поэтому эта технология тоже предусматривает и баланс между скоростью зарастания сорняками и смыканием редков. Для гороха и в отношении сорняков тоже вот такая схема является оптимальной. То есть она конкурентна для сорных растений. Глубина посадки примерно полтора сантиметра. Никогда не замачивайте бобовые перед посадкой. Никогда никакие. Потому что после замачивания семян, особенно если они уже проклюнулись, очень сильно снижается полевая схожесть у бобовых. Туда прям нападают... Они же вкусные, они же белка много содержат. Не только они для нас обладают пищевой и диетической ценностью, но и для тех микроорганизмов, которые обитают в почве. Когда они прорастают естественно, то есть у них скорость прорастания, это баланс между температурой и влагой. Температура низковата, они будут прорастать медленно. Если вы их дома в тепле прорастили, положили в холодную землю, им что температурный шок, у них сопротивляемость гниению сразу уменьшилась, и на них нападают все эти микроорганизмы и с удовольствием их подъедают. То есть они должны оказаться в своей естественной среде. И они должны сами регулировать скорость своего проращивания. Ну почему мы огурцы можем высаживать проросшими? Потому что мы их высеваем в поздние сроки, когда уже точно земля прогрелась, когда для них созданы наиболее благоприятные условия. А горох выдерживает неблагоприятные условия, поэтому мы можем его посеять хоть в мерзлую землю. Он просто дождется того времени, когда ему надо прорасти, и прорастет. Поэтому их бобовое вообще проращивать нельзя. Хотя для фасоли мы также можем подобрать оптимальные условия, сеется она гораздо позже, чем горох. Но все равно, вот по своему опыту я вам скажу, что ни разбухшими семенами, ни пересаживания фасоль совершенно, как и горох, и как и другие бобовы, не выносят. Поэтому лучше не загущать посевы в надежде, что если у вас, ну вы не знаете, какая схожесть семян, загустили посевы, а потом могу там пересадить. Нет, это даже не редиска, там не что-то еще, да, не капуста. Они пересаживания совершенно не терпят. У них сильная глубокая стержневая корневая система. У гороха корневая система может вырастать на глубину 2-2,5 метра. Он тем самым очень ценен для нас, в отличие от фасоли, у него довольно поверхностная корневая система, а у гороха очень глубокая. Тем самым он нам очень ценен, в том числе как сидральная культура. То есть он способен из глубины почвы доставать различные элементы питания, которые ушли из корня обитаемого слоя большинства огородных растений. И вытягивать это все на поверхность, ну, как одна из функций сидральных растений. В этом смысле горох тоже очень, поэтому тоже очень ценен для сева оборота, да, какого-то своего локального огородного. Я уж не говорю про сельское хозяйство. Не очень хорошо я отношусь, не очень. Все-таки чем равномернее вы разложите, тем больше продуктивность каждого растения будет. Ну, понимаете как, у меня тоже есть определенная профессиональная деформация. Когда у вас площадь посева 20 квадратных метров, то плюс-минус 10-15 процентов продуктивности не имеет такого уже существенного значения для вас. А когда это 100 гектар, да, то 10-15 процентов имеет колоссальное значение для экономики его сделывания. Поэтому в идеальном случае, конечно, надо разложить по одной. Но если это там 10 квадратных метров посев этой фасоли, то и по 2 можно и по 3, да. То есть такого уже драматичного падения продуктивности, которое вы заметите, его не будет. Поэтому можно так, можно так. Ничего страшного. В изреженных посевах фасоль может реагировать колоссальным увеличением количества бобов на одном растении. Просто колоссально. Это очень хорошо заметно на сплошных посевах. Ну, вот если поле, когда берешь крайний рядок. Вот в крайнем рядке всегда фасоль такая обобенная, да, то есть бобастая. То есть на ней много-много-много бобов. И хорошо срывать и фотографировать. Смотрите, какой мой сорт. Но это неправильно, потому что надо идти в середину посева и выбирать там то растение, которое может быть и в 3-4 раза количество бобов больше в растении, у которого вот в изреженном посеве. Поэтому даже если вы разложите по одному, и у вас одно между двух семечек не взошло, да, и вроде как вам показалось, что посев изреженный, поверьте, оно через 40-45 дней сомкнется, вы этого пробелы и видеть не будете. И вот вы заметите, как у этих краевых растений, насколько больше там будет бобов. Поэтому ничего страшного. То есть можно этого не бояться, что она там не проклюнулась, не схожа, еще что-то. То есть при... Да, при 80% схожести фасоли не имеет значения. То есть никакого экономического ущерба у вас не будет от того, что через зерница какая-то появится. То есть вы скомпенсируете это количеством бобов. Смотрите, сварим. Да, еще супа будет. Какие болезни у нас, у гороха, да, часто распространены? Это антракноз, это аскохитоз, это мучнистая роса. Такие основные болезни мучнистая роса в огородном деле, да, наверное, является наиболее часто встречаемым заболеванием. Это, конечно, проблема. То есть с одной стороны мучнистую росу очень хорошо профилактировать тем, что делать хорошую проветриваемость посадок, да, надо, чтобы воздух гулял. С другой стороны, в отношении бобовых растений, я говорю о том, что надо, чтобы это был сплошной массив, да, сомкнувшиеся посевы, конкурентоспособность посева по отношению к сорнякам. Почему еще это важно? Потому что горох очень трудно полоть. Потому что у него сочные мягкие стебли, вы влезли туда, в эту посадку дернули, подломилось, все, уже в этом месте горох подломилось. Поэтому надо, чтобы все это дело сомкнулось. В помощь вам здесь, пожалуйста, биопрепараты. На основе сенной палочки биопрепараты прекрасно держат мучнистую. Да, периодическое опрыскивание от сенной палочки. Да, то есть от всех трех заболеваний препараты на основе сенной палочки замечательно работают и держат. Поэтому вполне можно обрабатывать. Среди вредителей большой ущерб наносит клубеньковый долгоносик. Если кто-то из вас уже выращивал горох, то могли заметить, что когда растения еще молодые, вот только первые листочки вылазят. Их кто-то по краям объедает. Они такими, как будто взяли кусочки по краю листочков, повыщипнули. Да, это и есть этот самый клубеньковый долгоносик. Он может наносить довольно большой ущерб гороху. Но повреждает он растение только в начальной фазе развития. Поэтому тоже очень важно рано посеять, чтобы еще долгоносик не проснулся, а горох уже перескочил вот эту фазу уязвимости. Как бы там ни было, здесь придется на этой фазе от клубенькового долгоносика поработать какими-нибудь инсектицидами. Можно брать и бетоксибацелин с фитовермом, с какими-то вермектинами. В общем-то они работают очень хорошо. Ну а с учетом того, что это самая ранняя фаза развития растений, при желании можно использовать какие-то перитроидные препараты типа каротеин, тавира, там еще чего-то. В принципе тоже не страшно, потому что к тому моменту, когда придет время собирать урожай, все эти препараты уже развалятся, разложатся, от них и следа никакого не останется. Тля еще является большой проблемой для гороха. Ну, соответственно, те же самые авермектиновые препараты очень хорошо держат тлю. Можно даже просто зеленым мылом поработать, простым или хозяйственным мылом. Можно одуванчик заварить, можно табачную пыль заварить. Ну, то есть какими-то более легкими средствами поработать от тли. И, конечно, плодожорка гороховая – это большая проблема. То есть вот эти червяки внутри – это прям беда. Но можно работать даже эфирными маслами. В принципе, эфирные масла и чайного дерева, и лаванды, которые являются репеллентными такими. Масло гвоздики очень хорошо действует. 10 мл на ведро воды с мыльным раствором. Разболтали как следует, обработали. В какой период? В период начала образования бобов. Она колонизирует. Вот когда цветочки зацвели, примерно через 2-3 дня туда начнет внедряться эта плодожорка. То есть как только образовались первые небольшие бобики, вот только цветочки завяли, отцвели. Вот надо сразу же обработать. Я, конечно, не сторонник химически синтезированных пестицидов вот в этот период, потому что все-таки при получении ранней продукции, если скороспелый горох быстро образуются зерна, даже овощного гороха, то все-таки этого в промышленности хватает, да, этих обработок. Когда мы консервированный горох покупаем, там всего этого добра навалом. А вот все-таки у себя в огороде лучше работать какими-то более щадящими способами. Но в этом смысле липидоцит является очень эффективным. Очень эффективным. Почему? Потому что как раз липидоцит направлен на уничтожение всевозможных там чешуекрылых, гусеничек, личиночек и так далее. Вот он является очень эффективным. В период. Но липидоцитом поработайте. Липидоцит очень хорошо держит. Даже полынь хорошо держит. Вот горькая полынь, которая серебристая такая, она очень хорошо держит. Но другое дело, если это сахарный горох, то он будет полынно-горький. То есть вся эта полынь там останется, она будет горчить. Поэтому нежелательно такое использовать. Липидоцит вполне является в этом смысле либо тот же фитоверм-октофит, либо липидоцит, либо их смесь. Очень хорошо для обработки. Да, можно вполне. Вот там, кто над выключателем, можно включить. Да, вот здесь. Да. Горох сажают в землю незамоченную, непророщенную. Кто-то съедает? Да, могут вполне съедать всякие проволочники. И кукурузу, и горох проволочник очень любят. И, скорее всего, да, еще выдергивают птицы. Они его вроде не едят, но с большим удовольствием выдергивают. Поэтому... Значит, наибольшая вероятность, что это проволочник. Нету наоборот. Нету наоборот. Ну, может, не обнаруживается. Ну, есть. Разбухший. Да. Ну, разбухший горох, вот когда его уже посеял, я как-то не сталкивался с тем, чтобы мыши таскали. Вот посеял, а им уже он не нравится. Вот он буквально в течение нескольких часов разбухло, это зерно, и грызуны его уже не едят. Там именно вот эти антипитательные вещества проростками тоже синтезируются, и они уже не предпочитают их потреблять. Вот то, что птицы, вороны, там, чайки, я с этим сталкивался, да, выклевывают. Ну, и почвенные вредители тоже выклевывают. Метаридин в помощь, да. Можно попробовать семена опудрить в споровой массе, если она у вас наросла, и посеять. Или еще там как-то вносить в луночки. Ну, в луночки можно сухое что-то вносить, не проблема. Скажите, пожалуйста, вам в солны и солнце? Да, и горох, и фасоль хорошо растут на хорошем солнце. Ну, они выдержат и полутень, но сразу количество бобов уменьшится. То есть они любят солнце. Фасоль. Фасоль бывает обыкновенная спаржевая, обыкновенная овощная, обыкновенная зерновая, то, о чем мы поговорили. А среди фасолей у нас в нашей зоне встречаются два вида фасолей, которые не скрещиваются между собой и достаточно хорошо визуально различаются. Эта фасоль бывает овощная, ну, то есть вот эти незрелые семена можно использовать в пищу. Ну, а если их дозарить до полной спелости, высушить, то она уже превратится в зерновую. Вот эти крупные фасолины, такие белые, как правило, которые тоже в магазине можно купить. Сейчас, по-моему, в Евроопте она польская продается. Кстати, сейчас в Евроопте на товаре удачи продается польская фасоль зерновая вот такого вот размера. Белая. Белая. Это не что иное, как полу-кустовой, раннеспелый сорт многоцветковой фасоли, которая называется эврика, сорт. Я более чем уверен, что это она, потому что других нет. А в Польше пенькный ясь и эврика, как вариант, более продуктивный вариант пенькного яся, это именно эта самая фасоль. Поэтому, если вам охота, да, интересно, то вы можете пойти купить себе, там, я не помню, 700 грамм ее там в этой упаковке или еще сколько-то, и она прекрасно всходит, она замечательно у нас растет. Вы можете ее посеять, она не требует опоры, она полу-кустовая, она может немножечко полегать, но вообще она не полегает. И она достаточно хорошо созревает у нас. Зато вкусно. Ну, окей. Среди многоцветковых фасолей встречается вот эта самая декоративная фасоль, крупная, с фиолетового такого, черно-фиолетового цвета, с пестринами. Она точно такая же съедобная, как и белая. Красные цветочки. Красные цветочки. Да, именно так. Именно вот эти самые турецкие бобы. Она абсолютно съедобная. Она абсолютно пищевая. Она очень даже вкусная. Среди них есть абсолютно черные семена, да, с абсолютно черного цвета, многоцветковая эта фасоль. Пожалуйста, ее можно вырастить на перголе, где-то на заборе, на каких-то опорах. Она будет украшением вашего участка. В то же время она, пожалуйста, можете ее использовать как овощную. То есть вот она, зачастую она бывает позднеспелая, более поздняя. И как раз-таки вот первые бобы надо снять на семена на будущий год, а все остальные, пожалуйста, используйте как овощную. Вылучил вот эти мокрые семена, заморозил, и всю зиму вари себе полезный фасолевый суп. Или сразу же сварил в виде гарнира, в виде супа. Нет, она такая полуспелая, поэтому высушивать она будет щуплая, такая не очень вкусная. А вот если ее заморозить, это будет совершенно замечательно. Это будет настоящая овощная фасоль. Ну, как зеленый горошек, только замороженный, да, и нельзя сырым есть, только в отварном виде. Она быстро варится, в какое-то овощное рагу, в суп куда-то, в щи какие-то бросить. Это вообще замечательная вещь, отличное подспорье для балансирования своего питания. То есть при этом, не знаю, мне нервы успокаивает. Я нарву целую гору, да, вылучиваю она разного цвета. А потом, когда она... А потом, когда она неспелая немножко, да, то есть створочки уже раскрываются, она уже полного размера достигла. Она такая красивая, вот эти яркие розовые такие цвета, пестрины эти. Она очень красивая, да. Конечно, она когда сварится, будет серенькая. Но в процессе вылучивания, заморозки, доставания из морозилки, можно получить эстетическое удовольствие от этой фасоли. А что за фасоль, которая тоненькие стручки, вот я однажды посадила, и я потом плакала, когда вылучивала. Она не раскалывается, она ромается. Спаржевая. Это просто тоже фасоль, но спаржевая. А фасоль, которую вы нам дали, черная, она плетистая? Я сейчас ее покажу прямо на фотографии. Значит, у фасоли разный габитус. Вот слева здесь типичный кустовой, да, не требует опор никаких. Следующий, это типично вьющаяся. Там вот видите, беленькие семена, желтый бобик, спаржевая. Вьющихся сортов спаржевой фасоли, как правило, бобы очень длинные. Она вкусная вообще безумно, очень вкусная. Ее прям режешь так поперек в томате каком-нибудь или с помидорками из теплицы. Там такие всякие бывают треснутые, корявенькие. Базилика туда побольше. Слушайте, ешь и объедаешься. Вот надо много этого выращивать. Это очень полезно и очень вкусно. Вот. При этом продуктивность вьющихся сортов фасоли, ну, зерновую вы в магазине не купите, не продается вообще. У нас вообще семян зерновой фасоли. В одном единственном магазине польская продается пару сортов. Там красная и белая. Вот. А вообще зерновой фасоли, она у нас вся представлена любительскими сортами. Люди на рынке покупают, часто из Украины там или еще откуда-то, меняются друг с другом. Она там крупная, мелкая, пестренькая, такая-сякая. Да. Все ее выращивают. Но вот в магазине сортовую купить невозможно. Тем более невозможно купить вьющуюся. Да. А вот вьющиеся спаржевые сорта, они распространяются, ну, их тоже не очень много. Но все-таки какую-то линейку с зелеными бобами, с фиолетовыми бобами, с желтыми бобами купить можно. Поэтому продуктивность, то есть если я выращиваю спаржевую фасоль, то я выращиваю только вьющиеся сорта. Потому что тычку поставил и каждую неделю и собираешь, и собираешь, и ведрами собираешь, да. То есть никакой трудности поставить пару этих тычек, ну, нету, да. А продуктивностью колоссально больше. Площадь маленькая, а урожай ты соберешь гораздо больше. Если зерновую, ну, то просто потому, что у нас распространены только кустовые, ну, тогда уже кустовые. Есть еще один тип, она полукустовая. Вот видите, здесь она представлена. Это у меня был разбор селекционного материала, вот я зафотографировал, да. Она вот не такая вот коротенькая, да, а она более высокая. Она немножечко полегает, но при всем том основание у нее достаточно толстое, то есть она не ложится. Она вверх растет, а верхушки у нее друг на дружку ложатся. Как бы чуть-чуть, да, называется завивающейся верхушкой. Да, вот такие вот. Они колоссально, колоссально более продуктивные. Колоссально более продуктивные, нежели чем кустовые. Вот смотрите, здесь внизу, вот это с одного растения, да, вы видите там черненькие зернышки, кто внимательный по бокам может увидеть. Да, вот это одно растение дало вот эту вот кучу бобов, да, то есть они гораздо более продуктивны. Они всегда немножечко более позднеспелые. Ну понятно, что им надо нарастить массу, прежде чем зацвести, потом зацвести и дать такое колоссальное количество бобов. Но однако же, несмотря на то, что они более позднеспелые, все равно они надежно вызревают в условиях Беларуси. И вот тот сорт, который я вам предлагаю, у него нет названия. К сожалению, вообще зарегистрировать сорт в нашей стране – это адские муки. Во всех странах мира, кроме Беларуси, автор сорта, физическое лицо, творческим трудом которого создан сорт, не имеет права зарегистрировать свое изобретение, да. Не может его подать, ну, законодательно так, или по крайней мере интерпретация законодательно такова, что, ну, невозможно подать, невозможно его зарегистрировать, невозможно присвоить ему название, невозможно его пустить в какой-то хозяйственный оборот. А сейчас еще формируется новый закон о семеноводстве, в рамках которого вообще хотят уничтожить частное семеноводство, то есть, чтобы физические лица, включая авторов сортов, вообще не имели никакого права на производство семян. То есть, ты сорт создал, ну и сиди с ним, да, и радуйся. Ну, уже как индивидуальный предприниматель можно, но создание сорта не является предпринимательской деятельностью. То есть, ты должен зарегистрировать индивидуального предпринимателя, ни одного дня не вести предпринимательской деятельности, только для того, чтобы написать заявление, прошу провести государственные испытания моего сорта, включить его в госреестр. И на завтрашний день это индивидуальное предпринимательство закрыть, да, не ведя ни одной минуты этого предпринимательской деятельности. Ну, то есть, парадоксы, да, какие-то нерешаемые в течение огромного количества лет. Ну, то есть, названия нет у него, да, у него есть только длинный селекционный номер. Ну, назвать можно, поэтому назовите, как захотите, да. Вот, но как бы там ни было, оно достаточно продуктивное, с черными семенами. И вот такого, значит, габитуса, не совсем кустового, да, но немножко завивающейся верхушкой, зато очень продуктивное. А, ну, это вот я, это коллекции, кстати, так выглядят мои коллекции, которые я высеваю. Это на этом поле было, я сейчас вспомню, где-то порядка трех тысяч сортов было высено. Каждый рядочек все вручную сеется, все вручную убирается в снопики, все вручную молотится. Есть помощники, потому что одному это просто, ну, нереально сделать. Хотя, на самом деле, работа очень интересная, когда она увлекает, ты можешь сделать, ты сам себе удивляешься, насколько много работы ты можешь сделать. Что там тут огород, смешно, да. Вот, то есть такие бесконечные ряды, коллекции, видите, этикеточка к каждому сорту, то есть там. Фасоль является самоопылителем, как и горохи, не переопыляются абсолютно. Не переопыляются. Ну, вот, это я фотку сделал, тычки, да, стоят к тому, что если что-то вьющееся, ну, вот, на рядочек две тычки поставил, уже в более позднем периоде, это рано еще, она только-только бутонизация у нее идет. Ну, а те вьющиеся сорта, как правило, попозже, более позднеспелые, они потом завиваются и дают очень большую, хорошую массу. Фасоль многоцветковая, да, о которой я говорил, вернемся к ней. Да, у нее есть три типа цветков. У нее есть цветки белые, есть цветки красные, а есть цветки наполовинку. Низ белый, а верх красный. И среди этих сортов многоцветковой фасоли есть два, которые обладают таким полукустовым гампиусом. Это вот этот эврика, ну, или пенькный ясь, польский, который я вам рекомендую, если хотите, и в Евроопте, значит, на товаре удачи. Белые. Если белые семена, то белые цветочки. Если коричневые семена, то будет двухцветный. А если черные или черно-фиолетовые, то будет с красными цветками. Среди многоцветковой фасоли есть колоссально красивые. Есть в более красный такой, более алый, есть более розовый оттенок, есть в такой более кораллово-оранжевый. То есть, там на самом деле тоже внутри есть разнообразие по цвету цветков. И есть немало сортов декоративных. Но надо не забывать, что они как декоративные, так и пищевые. То есть, даже если вы его высеваете для красоты, съесть его тоже можно. И даже очень полезно. Так вот, еще есть один сорт, правда, я его не видел. Ну, что про него говорить, да, никогда в наших магазинах не видел. За границей видел. Вот у него как раз вот такие вот цветочки. Он очень красивый, кустовой, замечательный. Вот. Ну, если в заграницах побудете, когда-нибудь увидите, то вот приобретите. Это просто украшение. Он цветет до заморозков. Цветет, бобики дает, цветет, бобики дает. Очень красиво. При этом кустовой. Вот. Это овощная или спаржевая? Зерновая. Скорее, зерновая. Ну, овощная, зерновая. А уже он не смотрит. Да. Дело в том, что у многоцветковой фасоли, история селекции многоцветковой фасоли очень небольшая. У нее нет, в принципе, спаржевых сортов у многоцветковой фасоли. Все спаржевые сорта обыкновенной фасоли, ну, классические спаржевые, происходят из Китая. Хотя сама фасоль происходит из Южной Америки, из Колумбии, из Перу. Я, когда был в Перу, мне посчастливилось видеть дикорастущие фасоли. Даже какую-то небольшую коллекцию собрал. Ну, то есть, вот они растут в дикой природе. Это было, конечно, колоссально интересно. Там полазить, посмотреть это все, поизучать. А оттуда же происходит, ну, из того же региона, и многоцветковая фасоль. Так вот, когда-то обыкновенная фасоль уже путешествовала по миру, попала в Китай. И в Китае сформировался вторичный центр. Там ее ели как овощную. Не ради сухих семян, а ради вот этих вот незрелых бобов. Поэтому все они происходят оттуда, из Китая. То есть, такая изоляция произошла зерновой от овощной. А, к сожалению, многоцветковая фасоль, она такого путешествия вокруг земного шара еще не сделала. Но генетики знают законы Вавилова о параллельной изменчивости, о законе гомологических рядов. Поэтому все надеются, что если есть обыкновенная спаржевая, то с помощью мутагенеза, там еще чего-то, можно создать и многоцветковую спаржевую. Правда, с ней очень мало работают. Почему? Потому что, в отличие от обыкновенной фасоли, многоцветковая фасоль является перекрестником. Очень тяжело содержать коллекции, потому что они очень легко перепыляются друг с другом. Вы можете даже заметить, если у вас много многоцветковой фасоли растет, как она активно посещается пчелами и шмелями. Но опыляют ее не пчелы или шмели. Почему? Потому что шмели очень интересно поступают. Они садятся в основании цветка, там, где зеленые чашелистики такие, и пробуравливают дырку. То есть залазят не так нормально в цветочек внутрь, а пробуравливают снаружи дырку. И добираются до нектарников и выпивают нектар. А пчелы за ними, они дырку сами не могут сделать. Они в эту... Нектар же образуется постоянно, с какой-то периодичностью. Они уже подлетают и из той же дырки сосут этот нектар. А переопыляются они трипсами, такими, ну, насекомыми, да, которые в цветочках живут, и они очень бегают между рядочками. Поэтому надо им обеспечивать пространственную изоляцию. А обеспечение пространственной изоляции дает сложности в поддержании коллекции. Ну, хорошо, 10 тысяч сортов посеял на одном поле, лишь бы руки были, да, трудовая сила, чтобы была. Ну и все, стройными рядами. А здесь же надо их как-то изолировать друг о дружку. То есть целые хлопоты для поддержания константности этих сортов. Поэтому никто особо не работает с ними. Но есть селекционные центры, есть, хотя совсем не так много, как с обыкновенной фасолью. Поэтому большого сортового разнообразия, даже если много сортов разных написано, я тоже покупал, смотрел. Все равно это все одно и то же, что-то там из Германии, из Польши купленное и расфасованное. Вот, но все-таки я рекомендую вам ее высаживать, потому что она идеально подходит для приусадебных участков. Вот этот ее вьющийся габитус, красота ее и возможность употреблять эти крупные семена в пищу дает ей большие преимущества вот в таком частном ручном овощеводстве. Механизировать ее выращивание вообще невозможно. Ну вот поляки молодцы механизировали, да. Они вот эту полукустовую сделали, высевают, как-то комбайнами убирают и нас кормят. Вот этой фасолью в том числе. Вот. Вот фасоль, которую я вам предлагаю. Но здесь две трети бобов убрано, потому что надо было мне сфотографировать ее. Это я все делал безуспешные попытки от физического лица автора сорта заявить в сорт государственное испытание. Ну вот там фотографии такие нужны с линейкой, с семенами, чтобы были видны стебли, посчитать можно было и так далее. Поэтому фотографии оттуда. Вот она такая, видите, то есть она не кустовая, у нее длинные такие ветви, которые, ну в то же время она не склонна к завиванию. То есть она, даже если вы палки поставите, она не завьется. Но просто она такая с длинными ветвями. Не надо ее просто точно так же в рядки посеять, вот по технологии, как самую обыкновенную фасоль. И ничего абсолютно не надо. Не надо четыре ряда. Можно и в одну строчку можно посеять, можно в два, в три не имеет значения. То есть она высевается по технологии кустовой фасоли совершенно обыкновенным образом. Но по высоте она будет небольшая, потому что она будет по высоте вырастать, да, сантиметров 30, а вот эта верхушечка будет ложиться на соседние растения. То есть она сомкнется, она еще чем удобна, сорняки через нее не прорастают, потому что только она разрослась немножко, она настолько затеняет землю, листья же крупные, что там темнота. И если вы до 40 дней от посева выдержали эту фасоль без сорняков, то есть где-то что-то чуть-чуть тяпочкой подпалывали, то потом уже до конца вегетации никаких сорняков там не будет. В этом смысле фасоль еще удобно, что она как бы очищает почву. У нас во второй половине вегетации огородных растений галензога является большой проблемой, американка, да, она как бы попозже уже вырастает. То под фасолью никакой американки нет, там темно и она просто не прорастает, не вырастает. Поэтому в каком-то смысле участок очищается и от американки благодаря... Нет, 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 сейчас расскажу, там технология сейчас будет. Ну и черные семена, небольшого размера. Конечно, в славянской традиции чем больше семена, тем лучше фасоль. Но с другой стороны, большие семена будете 2,5 часа варить, пока разварите, да, а это 20 минут и уже сварилось. Вот, то есть, ну, фасоль всегда замачивается перед варкой, но не более чем на 3 часа. Ну, на ночь можете, ну, в холодильник тогда поставить. То есть, не надо замачивать её так, чтобы она уже аж проросла, да, или там на сутки. 3 часа вполне достаточно для мелкосемянных сортов, для того, чтобы она... Ну, если неохота ждать, там, ну, уже надо варить, то с вечера замочили, поставили в холодильник, чтобы она разбухала в холодном состоянии. Не надо, чтобы там начинались эти процессы синтеза каких-то агглютининов, там, ещё чего-то, потому что всё-таки это уменьшает её такую диетическую ценность питательную и, наоборот, может вызывать неприятные эффекты от потребления. Почему сода рекомендуют добавлять? Усиливается разваримость, улучшается разваримость. Да, усиливается. Если чуть-чуть на кончике буквально ножика кину, чуть-чуть соды пищевой, то хорошо разваривается. Кроме того, бобовые при варке солят в самом конце, не солят в начале, потому что это и развариваться она хуже будет, и оболочка будет отдельно, а сердцевинка будет твёрдая. Она будет неравномерно развариваться. Потом, если фасоль старая, ну, где-то залежалась, например, сухая, да, плохо разваривается, есть такой приём. Вот она поварилась уже почти до готовности, но всё-таки ещё какая-то твердоватая, то в этом случае горячую воду сливают и очень быстро заливают ледяной водой. Она делается моментально мягкая, очень-очень хорошо. То есть вот этот перепад температуры, она сразу размягчается, получается вкусная. Я извиняюсь, вы что-то в стульчик возьмёшь и сядете? Нет, 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 ничего страшного. К тому же, посмотрите, у неё на свету бобики делаются фиолетового оттенка. Она когда созревает, она очень красиво выглядит. У неё такие розовые, такого марганцовочного цвета бобики, вот, те, которые под солнцем. Ну, она просто красивая ещё на самом огороде. Скажите, пожалуйста, мне подсказывали так, что, значит, фасоль при варке надо добавлять в сахар? Соду. Вот соду правильно. Чуть-чуть подщелачивать раствор, сахар нет. При варке не призамачивать? При варке? Не надо. Не надо. Не надо. Нет. Не надо. Хорошо к этому отношусь. На самом деле хорошо. Ну, просто это какие-то получаются немножко танцы с бубнами, да? То есть, если кто-то реагирует на фасоль, там, на бобовое плохо, ну, то есть, действительно, живот очень сильно пучит, ну, это особенность микробов, особенность обмена веществ, то да, это хороший приём. Закипятил, слил, закипятил, слил, закипятил, слил и поставил вариться. То есть, количество вот этих антипитательных веществ... Я согласен. Есть вот этот технологический приём, что на кончике чайной ложки или на кончике ножа чуть-чуть соды добавить, он в значительной степени устраняет вот эти неприятности при потреблении бобовых. Вообще, современные сорта фасоли уже... Вообще, вот в литературе, посвящённой селекции фасоли, созданием новых сортов, очень много есть статей, посвящённых именно пищевой, диетической, лечебной и технологической ценности фасоли. Да, и сейчас селекционеры создают сорта, которые лишены и вот этих сахаров, и этих антипитательных веществ. Но для неё есть термин, который немножко неприлично переводится с английского языка одним словом, да, но это, если на русский переводить, то это сорта фасоли, которые не вызывают газообразования в кишечнике. Да, по-английски это одним словом. Но мы тоже оценивали свою коллекцию, хотя оценить её достаточно сложно, что нам надо целый комплекс веществ определить. Но я испытываю на домашних, да, там какие-то линии вкусно, невкусно, там годится, не годится и так далее. То есть, мне кажется, чем танцы с бубнами устраивать с биохимией тонкой, да, ну чего, можно нарастить немного, сварить, съесть и посмотреть, нормально, не нормально. Всё нормально, всё хорошо. Значит, сорт имеет право на жизнь. Ну вот, так что это будет хорошее, она уже хорошо испытанная. Значит, посев фасоли, определить оптимальные сроки посева фасоли очень легко. Как зацвела черёмуха, так через пару дней можно, в ближайшие выходные, можно сеять фасоль. Год на год не приходится. Я вам скажу так, что первый мой посев фасоли, такой научный, был в 98 году. Да, то есть, у меня ежегодно, у меня селекционные, коллекционные посевы фасоли ежегодно. То есть, можете посчитать, что у меня уже больше 20 лет в этой части опыт. По каждому году у меня есть полевые журналы. Когда я посеял, там, когда убрал, там и так далее, и так далее. Были у меня года, когда я сеял на 9 мая, были у меня года, когда я сеял после 20 мая. Потому что очень разная весна бывает. И могу вам сказать так. Если я торопился, были у меня такие года, например, я вот сейчас очень хорошо помню 2003 год. Я посеял на майские праздники. И у меня в пружанах причём, да, достаточно юг Беларуси. И всё замёрзло. Выросли единичные растения. Но зато испытал коллекцию селекционный материал на холодостойкость, на ранних стадиях развития. Потом пересевал довольно много. Это была целая проблема. Но если я не тороплюсь, то бывали года, когда можно было посеять в последних числах апреля, вот сейчас, да, и всё было прекрасно. В прошлом году, в позапрошлом году, в принципе, было более-менее. Но вот в позапрошлом году, когда было минус 4 в июне месяце, у меня выжила фасоль только потому, что к 4 июня она выпустила только первые примордиальные листья. Она ещё молоденькая была совсем. Она всё это выдержала. Если бы я её посеял недели на две раньше, от неё бы на этом поле ничего не осталось. Это я говорю абсолютно точно. То есть меня спас довольно поздний посев. Но я сеял горохи, потом я сеял кукурузу. Я один, у меня было 0,7 гектара посева. Я один сеял вручную деляночки. Я 4 выходных подряд сеял всё это. Потому что селекция уже стала хобби, да, таким, ну, скорее хобби, чем профессиональная деятельность. Поэтому всё это выходные, праздники. У меня праздники всегда большая работа по посеву. И вот то, что у меня фасоль я высевал уже последнее, это только меня спасло от того, что она не померла от этих заморозков. То есть, да, лучше не спешить. Здорово, если всё сошлось. Потому что если вы сделали ранний посев и ничего не случилось, урожайность будет превосходной. Так, безусловно. Ну, окей, можно накрыть спонбондом. То есть, когда речь идёт не о полугектарном поле ручных посевов, да, то можно укрыть и как-то защитить, там, подстелить соломой какой-то, ещё что-то такое. Можно что-то сделать. То есть, с одной стороны, хочется посеять пораньше, да, это хорошо. С другой стороны, холодная почва, холодная температура воздуха, это всё плохо. Фасоль относится к теплолюбивым сельскохозяйственным растениям. Как и кукуруза, да, то есть лучше не спешить. И, более того, у меня тоже были опыты по ранним посевам фасоли. Это тоже один из способов оценки холодоустойчивости. А создание холодоустойчивых сортов вполне актуально для вот этого нашего северо-западного такого региона. То та фасоль, которая высевалась, скажем, на 10 дней раньше, и та, которая на 10 дней позже высевалась, она её догоняла и даже перегоняла. Потому что это взойдёт и сидит слабая, под холодом, пока она очухается. А эта взошла, и всё замечательно. Единственный нюансик, опять же, это влага. У нас зачастую, вот смотрите, месяц вообще дождей не было. Вот на выходных побыли дожди, но за 3 километра от моего участка. Там пролилась вообще вакханалия, такие лужины налила. А возле меня вообще ни одной капли. Погремело и ничего не случилось. То есть вот это, чем раньше вы посеете, тем больше влаги вы ухватите. Вот это, да, и влаги ей надо много, да, чтобы набухнуть. Поэтому это тоже такой момент важный. То есть может быть чуть раньше спонбондом накрыть. Ну, это если позволяют площади, позволяет возможность таким образом её сохранить. А вообще совпадают сроки сева фасоли с цветением черёмухи. Вот черёмуха зацвела, как правило, у нас к этому времени приурочены небольшие похолодания. И вот в это похолодание или сразу после можно посеять фасоли. Будет хорошо. Междурядья для фасоли нужно делать шире, 45 сантиметров. Для огорода своего иногда кажется, что 45 сантиметров – это многовато, да. Мы же экономим площадь. Но на самом деле здесь лучше не экономить. Потому что если вы сделаете узкие междурядья, в этом случае вы очень потеряете в продуктивности. Вы можете сделать… То есть есть два способа посева фасоли. Рядовым, да, через 45 сантиметров. Или квадратно-гнездовым. Тогда между растениями вы должны оставить примерно 10-15 сантиметров. Ну, в зависимости от самого габицуса растение более раскидистое. То есть можете сделать междурядья и 15 сантиметров, но тогда во все стороны от семечки тоже должно быть 15 сантиметров. Понимаете? Если вы делаете 45, то между семенами 4-5 сантиметров в рядке. То есть примерно 20 семян на погонный метр высевается. То есть либо квадратно-гнездовым 15 на 15, либо в рядке через 45 сантиметров и через 5 сантиметров между семенами. И тот и другой способ оправдан. Ну, в производстве, конечно, только 45 сантиметров. А уже в своем огороде можно и квадратно-гнездовым высеть. В каждом рядочке 4-5 сантиметров. Тяп-тяп-тяп, междурядья протяпал, да и все дела. А 15 сантиметров, как вы протяпаете? Вообще никак, только рукой там. Ну, какой-то плоскорезик маленький. Я делал, чик, то одно, то второе растение в рядке зацепишь все равно. Поэтому, ну, здесь надо приспособиться к своей технологии. То есть как у вас заведено, как вам удобнее, так и посеять. Я ногами закрываю. Я тяпкой делаю через 45 сантиметров. У меня уже, я не меряю уже, никаким маркером не прохожусь. У меня уже глазомер за 20 лет. Через 45 сантиметров я закрытыми глазами делаю канавки. Потом туда засеваю семена, как сеялка, да. А потом, ну, а потом, чтобы не тяпкой... А потом ногами иду и закидываю. У меня такие холмики получаются. Потом они проседают после первого дождя и все хорошо. Вот, потому что идешь, вот этот процесс забрасывания, да, загребания ноги, конечно, черные. Все, потому что пыль, грязь, земля. Ну, ничего страшного, зато удобно. Ну, то есть вот полгектара закрыть так можно, без проблем. Проблемы какие при возделывании? Фасоль не поражается тлей. В этой связи кулисные посевы фасоли, особенно вьющиеся вокруг картофеля, вокруг капусты, вокруг всех огурцов, там, вокруг всех сельхозрастений, которые поражаются тлей, являются очень важными. Не обязательно обсевать с четырех сторон фасолью, да, ставить эти тычки фасоли. Почему? Потому что нужно поставить с той стороны, откуда летит, дует ветер. Она никогда против ветра не летит, у нее не хватает мощности, да, ее лета. То есть она просто поднимается чуть-чуть, и ее ветер несет. Куда ветер дует, туда она летит. Определите превалирующие ветра, и с этой стороны, ну, можно буквой Г, чтобы в тень, да, не закрыть огурцы, там, все остальное со всех сторон. Посадите с двух сторон, с наиболее подветренной стороны, вот фасоль на тычках. Тля никогда не поражает фасоль. Фасоль покрыта волосками. И волоски содержат значительное количество лимонной кислоты. Было даже когда-то добыча лимонной кислоты из листьев фасоли. Так много ее там содержится. И, кстати, по этой причине, в том числе, по фасадкам фасоли ходить с голыми ногами чревато, потому что она может раздражать кожу. Как бы там ни было, на фасоли можно увидеть тлю, особенно черную, дохлую. Если она попадает на лист фасоли, она уже оттуда не выберется никогда, и она там помрет на этом листе. Поэтому посадки фасоли являются прекрасным способом для снижения уровня поражения растений тлей. Если у вас есть сетчатый забор, еще что-то такое, пожалуйста, вдоль забора сделайте небольшую полоску. Там 15-20 сантиметров вытравите чем-нибудь до голой земли, вскопайте и посадите ту же самую многоцветковую фасоль. Это очень хорошо. Вы сразу снизите уровень повреждения тлей ваших растений. Глубина посева примерно 2... Да, ну... Как шимпанами. Да, примерно 2... Молодыми деревьями нельзя сажать? Вы знаете, что эта проблема может быть для деревьев. Если небольшую, то как бы не надо? Ну, можно посадить. Почему нет? Если тени нет, то в приствольном круге можно. Но тут же, понимаете, в чем смысл? Чтобы создать кулису. Да, то есть, чтобы эта посадка фасоли была выше, чем там огурцы, например, чем капуста, чем картофель и так далее. Когда вы создадите эту кулису, то это уже будет очень хорошо. Фасоль я ни разу не видел, чтобы фасоль повреждалась какими-то гусеничками. Там один раз где-то по югу какая-то совка там пыталась есть эту фасоль, но, в общем, не съела. Где-то кусанула и померла тут же, и все. То есть, не едят у нас вредители фасоль. Одна проблема единственная у фасоли для насекомых – это фасолевая зерновка. Лёд фасолевой зерновки начинается тогда же, когда и гороховые плодожорки, в той же фазе. Не по календарю тогда же, а в той же фазе. Это когда бобики начинают образовываться. Вот когда вот бобик уже вот такой вот длины примерно, да, то есть, ну, он уже виден, хорошо виден. Вот тогда надо провести защитное мероприятие. Но я на самом деле не провожу никакой защиты, ни инсектицидами, ни травлю, ничего. Я всю фасоль храню при уличной температуре. В отличие от бобовой зерновки, о которой я скажу чуть-чуть позже, фасолевая зерновка при комнатной температуре вылазит из фасоли примерно к январю-февралю. Ну, у меня когда-то возле батареи лежало полмешка фасоли, и она там пораньше немножко вылезла. Ну, то есть, от температуры зависит. Если фасоль проморозить или просто оставить при уличной температуре, то никакая зерновка там не заведется. Отсюда мораль. Собрали семена фасоли, высушили их как следует, будь то зерно на еду, будь то семена на семена. В полиэтиленовый пакет плотно очень завязали, чтобы воздух туда не проходил, и положите на две недели в морозилку. Если у вас ее очень много, ведро, да, на лучшей летой фасоли, пожалуйста, оставьте ее в погребе. Если вы ее вылучиваете периодически, возьмите снопики, развесьте в сарай на чердаке и храните в виде снопиков. Нет проблем. Она промерзнет там, и никакой зерновки там не будет. Главное, не храните фасоль в тепле. Вот это самое главное правило. И после морозилки она прорастет. Прекрасно прорастет. Самое главное, не дать ей возможности потом пообщаться с воздухом. Когда вы из морозилки достаете, на ней конденсат образуется, и поверхность фасоли, если она не плотно завязана, увлажняется. То надо как раз, чтобы она сделалась теплой в этом же пакете, в котором вы ее морозили. Ну, просто пакет плотно завязан, туда воздух этот не проникает, соответственно, влага там не конденсируется, и все. Никакой проблемы нет. То есть самое главное, не хранить фасоль в теплом месте. Если у вас вариантов других нет, просто проморозьте в морозилке, и все. Никакой проблемы не будет. В той фазе микроскопической личиночки, в которой она будет в этом зерне, вы ее там никогда не обнаружите, на вкусовые качества оно вам не повлияет. А если чего не видишь, то того и нет. Поэтому не страшно. Из проблем болезней у нее есть антракноз. Ну, немного по Беларуси, не часто я с антракнозом практически не встречался на фасоли. Это есть только какие-то семена зараженные. Очень часто, когда на рынке покупаете семена, и семена часто очень из Украины везут фасоли, вот с ними можно привезти антракноз. А вот если из пакета семена, или вот, ну, как-то нет у нас очагов антракноза фасоли в Беларуси, невеликая проблема. Но бактериозы, частенько встречаются бактериозы, поэтому здесь как раз биологические препараты, и профилактика антракноза, и бактериозов. Если вы обрабатываете горох от мучнистой росы, что угодно обрабатываете биопрепаратами на основе семенной палочки, не поленитесь, зайдитесь для профилактики, пырсните фасоли, горохи, там, все остальное, не помешает абсолютно. Поэтому в таком случае вообще никаких средств защиты на фасоли, нет насекомых, нет болезней, применять в Беларуси нет необходимости, ничего. Поэтому в этом смысле она одна из наиболее экологичных культур. Фасоль очень отзывчива на фосфорные удобрения, очень отзывчива. Поэтому если вы планируете высевать фасоль, то осенью обязательно внесите суперфосфат, туда разбросайте в рекомендуемой дозе, и потом туда высевайте фасоль. Но если вы не успели, сделайте подкормку легкую монофосфатом калия, он легко растворимый, значит он будет действовать тут же в этот же год после внесения. Для фасоли допускается луночное внесение удобрений прямо в рядки. То есть вы сеете и тут же тоненько посыпали удобреницем. Монофосфатом калия, конечно. И будет очень хорошо. Но и не забывайте, что для всех бобовых азотные подкормки весной, ну или внесение под подготовку почвы является все равно очень важным. Не стоит это как-то игнорировать. Любые удобрения можно вносить, кроме мочевины. Селитру можно. Мочевина может вызывать при контакте с семенами, с проростками. Я купил. Сказали, что в Маусе больше подавать. В субботу. Да. Ну, я в субботу мячную купил и сделал ролик для канала про цветок про многообразие азотных удобрений и особенности их использования. Поехал в магазине и купил мячную селитру. Все может быть. На самом деле, как и сорта, так и удобрения средства защиты должны быть зарегистрированы в реестре. Ну, мы говорили об этом, когда говорили о биопрепаратах. Если регистратор не продлил срок регистрации, это не то, что ее запретили. Ее не запретили, просто она исключена, потому что не заплатил тот, кто ее регистрировал, не заплатил для поддержания ее в реестре. А раз ее в реестре нету, значит, она не разрешена. Но не разрешена, это не значит запрещена. Могут быть спекуляции. Запретили, вредно, вызывает рак и все болезни. Нет, просто для нее не продлили регистрацию. Да не сказалось, что в любом случае она взорвала, что она взорвала папку. Да ладно! Уже вся страна взорвалась, если бы она так была. Я думаю, что просто регистратор, ну, я не знаю доподлинно, но я так подозреваю, что он просто не видит, регистратор не видит... Были остатки. Да, а остатки распродаются. Я купил, вот, без всякой рекламы скажу, ужас, составил 150 рублей. Слушайте, только зашел в магазин, ну, вот я такой. Мне на United Company на заправке, возле Омы, там, где Малиновка. Сульфат аммония, кстати, бобовые тоже хорошо реагируют на сульфаты и аммонии, на легкое подкисление почвы, это им не страшно абсолютно. Ну, да, можно. Но вообще мочевина. Другое дело, что нехорошо мочевину вносить в луночь, ну, вот в рядочки, да. Просто, просто полить или разбросать, да, и взрыхлить, пожалуйста, нет проблем. Просто когда она... Ну, ведь есть же такие технологии, когда высеваются семена одновременно с удобрениями, ради экономии удобрений, да, чтобы удобрение не сорняки кормило, а кормило непосредственно растение. Так вот, мочевину так вносить не рекомендуется прямо с посевом семян, потому что контакт удобрения с семенами может вызвать нехороший реакт, ну, то есть вплоть до угнетения и гибели растений. Хотя сама по себе мочевина является одним из удобрений, концентрации которого растения выдерживают очень хорошо, больше, чем все остальные. Это связано с тем, что она не является солью, и она на ионы не распадается, да, то есть если аммиачная селитра распадается отдельно на ион аммония, отдельно на ион нитрата, ну, то есть истинный раствор получается, все химию вспоминать, то мочевина, она как сахар, то есть как бы она растворяется, но не ионизирует раствор. Поэтому концентрации в растворе растения выдерживают достаточно большие, больше, чем столовую ложку, и две, и три выдержат на ведро воды. Но вот контакт вот такой очень высокой концентрации в крупке с корнями, с молодыми проростками нежелателен, поэтому нежелательно вносить. Разводите водой или сухой мочевиной? Мочевину можно... И селитру, и селитру, и все удобрения можно вносить сухим способом, только обязательно с заделкой, то есть либо под перекопку, либо под глубокое рыхление граблями. Ну, можно раскидать по поверхности, когда вы тяпочкой проводите лунки, но уже в процессе этого посева уже эти удобрения перемешаются, поскольку азотные все являются легко растворимыми, соответственно, они с почвенной влагой перемешаются, лишь бы она была, и хорошо растворятся. Просто непосредственно в луночку нежелательно бросать к семенам мочевину. Все остальные, пожалуйста, и суперфосфат, и монофосфаткалия, и селитру, все можно. Но не переборщить только, конечно. Ну, пожалуйста, АФК-16-16, там в каком виде? 16 на 16 на 16, ну, там точно не мочевина, это я вам точно скажу. Там аммонийная форма азота. Да, можно, можно в помню. Да, если красные крупочки, то хлористый калий. То есть, не-нет, если там красное включение, красного цвета, то это как раз гранулы хлористого калия. Он, конечно, нежелателен, хотя, ну, выдерживают растения, выдерживают. Он плохо, вот эти комплексные лучше, на самом деле, лучше в сухом виде вносить, лучше не разводить, потому что они, ну, не такие уж хорошо растворимые. Соя. Не знаю, видел ли из вас кто-то семена сои, в магазине, может, когда-нибудь, может, еще что-то, видел ли, как растет соя, ну, вот, увидите, потому что вы получили белорусский сорт Припять, один из лучших, который создан в Беларуси. Я горд тем, что я имею непосредственное отношение, как бы на моих глазах создавались эти сорта сои, потому что, когда я еще был ребенком, когда я еще ходил в школу, и когда я ходил в этот самый кружок генетики и селекции, в это объединение по интересам, объединение занималось селекцией сои, созданием новых сортов сои. И первый сорт сои был создан в этих стенах, оригинатором этого сорта была станция иных натуралистов. Ну, вот это то место, где вы находитесь, теперь это Республиканский центр экологии и краеведения, это был сорт Вилия. Он уже давно не возделывается в Республике, он уже снят с регистрации, потому что он старинный, и на сегодняшний день есть гораздо больше хороших сортов, чем был сорт Вилия, но вот это здание является знаковым, потому что дети в кружке создавали сорта сои. Это было действительно здорово. И те дети, которые занимались в кружке, выросли в больших-больших селекционерах, уже очень взрослых дядек, кандидатов наук, и по-прежнему создают сорта сои, в том числе для условий Беларуси. Такие патриоты. Это никому она тут не нужна, к сожалению. В России нужна, в Великобритании нужна, в Германии нужна, в Беларуси не нужна. Ну ладно, не важно. То есть это особая история, когда дети Владислав Резенцвейк, Денис Галаенко, они все являются... Ольга Понятовская, ну они все известные селекционеры сои, единственные, больше никто не создавал, а сортов больше десятка созданы, очень-очень хороших. И вот Припять один из них. У сортов сои Беларусской селекции имеется традиция, они все названы по названиям рек. Да, Виля, Ясель, Альбут, Ствига, Птичь и так далее. А вот соя, которая выведена вами, Беларусь, она не имеет генной модификации? Нет, нет, нет. Ну не мной, да, потому что там же огромный коллектив с большим-большим-большим великим руководителем Олегом Георгиевичем Давыденко, который когда-то руководил кружком, когда я в него ходил и вот мной руководил в том числе. Ну это такая, знаете, редкая история на самом деле преемственности поколений и вот что-то такое важное в том числе для сотоводов-огородников. Соя происходит с Дальнего Востока, из Китая, из Маньчжурии, из тех регионов, является достаточно холодоустойчивой культурой, поэтому она может высеваться на 10-12 дней раньше, чем фасоль. Вот сейчас в Беларуси на майские праздники являются оптимальные сроки посева фасоли. То есть с 1 по 10 мая, в зависимости от температуры, условия для посева сои являются наиболее оптимальными. Соя высевается точно так же, как фасоль, точно по такой же технологии. То есть как фасоль сеется, так высеваете и сою. Конечно, белорусские сорта сои, они абсолютно своеобразные, аналогов нет в мире, они выдерживают загущенный посев. Их можно сеять и ускорядным способом, через 15 см, но тогда увеличить расстояние между растениями. Но не квадратно-гнездовой, да, она выдерживает более густое, то есть примерно через 5-7 см ее можно даже вредке сеять. То есть белорусские сорта выдерживают большую густоту стояния. Это было связано с тем, что комбайн идет, да, и он же не срезает у земли растения, он же срезает, жадко идет на какой-то высоте, а у сои все бобы снизу. А ребята взяли и вынесли все бобы вверх, чтобы не было потери урожая. А раз вынесли вверх, у нее центр тяжести сместился, она начала полегать, падать. Вот чтобы она не полегала, не падала, ее сделали приспособленной для густого посева. А у бобовых, как я уже сказал, как только густо посеял, у них сразу продуктивность упала, потому что бокового ветвления нет, да, на боковых веточках тоже формируется большой урожай. Они взяли, сделали одностебельную сою, как зерновые, да, один стебелек и бобики по краям. Вот как здесь, да, никаких боковых веточек нет. Фасоль, она, ой, соя, она во, как метла, да, растет. А наши белорусские сорта сделали в один стебель, поэтому густо посадил, сорняков нет, не полегает, урожай сумасшедший. Вот так вот придумали. Конечно, за 20 лет придумали, да, но сделали уже огромную линейку сортов хороших. Вот, у сои мохнатые листья, мохнатые стебли и мохнатые бобы, да, она вся мохнатая. Мохнатость может быть коричневого цвета, может быть серого цвета. Цветочки маленькие-маленькие, почти незаметные. Бобики по 3-4 семечка содержат. Конечно, кто-то скажет, ой, возиться, там вылучивать ее, сидеть руками. Я вот уже, если у меня деляночка более-менее приличная, будь то фасоль, горох или еще что-то, я никогда, я уже, ну, если у меня не идет оценка индивидуальных растений там, то есть мне надо сноп обмолотить. Я не мучаюсь, я его высушиваю как следует, расцелаю целлофан, выкладываю эти растения, и что, две ноги есть, и потоптался, потрес ее как веник, это выкинул тут гора семян, дунул в нее как следует, створки эти разлетелись, вот у меня уже семена. Ну, пожалуйста, можно носить и каком-то просеять, что-то такое сделать чуть-чуть, и у меня уже полведра семян. Понимаете, есть и полведра хватит для того, чтобы ее поварить, обогатить свое питание этой культурой, это очень здорово. За соей ведется дурная слава, да, почему сою пхают там в колбасу, в пельмени, еще куда-то, без сой, без сой, без сой, без сой. Это сформировало, ну, некое скептическое отношение к этой культуре, при всем том она содержит значительное количество масла в семенах, вообще соя у нас считается масличной культурой, не белковой, из нее давят масло. Но белка она содержит еще больше, чем масло. И белок, и масло соевое, все они являются очень-очень ценными. Соевое масло отличается от других видов растительного масла тем, что содержит в нерафинированном состоянии колоссальное количество фосфолипидов. А фосфолипиды – это строительный материал, в первую очередь для клеток печени. Да, то есть вот это все очень хорошо. Я всегда шучу, что в этом смысле, когда пишут эмульгатор соевый лецитин, это и есть те самые фосфолипиды, которые содержатся в каком-нибудь лекарстве, эссенциале, да, которое мы покупаем за большие деньги. А на самом деле надо что делать? Есть майонез. Да, потому что в майонезе, как ни в одном другом продукте, колоссальное количество соевого лецитина, которое является очень полезным. Но с лецитином надо быть очень аккуратным. К сожалению, вы смотрите, как все в природе сложно устроено. Избыток лецитина начинает метаболизироваться кишечной микрофлорой. В результате получаются промежуточные вещества, которые очень плохо влияют на сердце. Поэтому, с одной стороны, майонез с лецитином – это хорошо для печени, с другой стороны, избыток лецитина – очень плохо для сердца. Поэтому надо не переусердствовать. Если вы имеете дело с зерном сои, то вы никогда не переусердствуете в объеме его питания, потому что зерно сои, в отличие от фасоли, не разваривается. Оно остается довольно плотным, потому что среди всех бобовых там меньше всего крахмала. Ведь разварение бобовых, да, гороха, фасоли, оно тем лучше разваривается, тем мягче. Чем больше там крахмала. А мы от бобовых чего ждем? Белка, а от сои еще и масла. Вот поэтому среди всех бобовых она, соя разваривается хуже всего. Поэтому, когда ее сваришь и ешь, она совершенно не похожа ни на горох, ни на фасоль. У нее совершенно своеобразный вкус и консистенция. В этой связи ее надо уметь готовить, да. Из нее, ну, ее можно бросать в щи, да, в какие-то супы понемножечку, да. То есть не чисто соевый суп, да, а просто добавлять в какие-то супы, в какие-то блюда добавлять, да, там, в какой-то, в тушеные овощи еще куда-то понемножечку добавлять. Вот. Конечно, можно взять блендер, вареную сою измельчить, пополам смешать с куриной грудкой и сделать прекрасные котлеты, тефтели, что угодно. Вы и не отличить, ну, скажите, ой, мы все от сои там устраняемся изо всех сил. А тут такая рекомендация. Соя сама по себе не имеет собственного вкуса. Вот она безвкусная. Поэтому ее надо к чему-то обязательно подмешивать. Но это колоссально полезно. Колоссально полезно. Ее надо кушать. Да. Япунцы делают соевое молоко. Вот как? Они берут сою, в сырую сою, измельчают, заливают водой и происходит экстракция белка. Растворимые белки в воде растворяются и получается молоко. У нас, ну, были, есть такие соевые коровы в некоторых предприятиях, когда отпаивают телят, например, этим соевым молоком. В общем, просто устроен. Да, измельчитель, разбухшие семена и сепаратор, который отделяет эту мезгу от жидкости. И хорошо отпаиваются эти телята. Вообще в интернете есть миллион рецептов. Как тофу сделать, соевый творог, как соевое молоко из сои сделать. Ну, кто-то увлечется, бросит, да, потому что какие-то танцы с бубнами. Ну, я, например, предпочитаю просто зерно сои. Замочил на ночь, отварил, слил, бросил в щи, бросил там еще куда-то, блендер запихнул, 5 минут. У меня такая масса соевая получилась из вареной или полувареной сои. Ее подмешал в мясо, ее подмешал еще куда-то. Честно вам скажу, если бы продавалась колбаса, на которой было бы написано соей, да, то я бы покупал в первую очередь такую. Потому что соевый белок – это очень хорошо. Это только маркетинговые штучки, да. Мне гораздо больше понравится, что стоимость колбасы удешевляется за счет добавления соевого белка туда, потому что это очень здорово, нежели чем за счет того, что там почти 30% жира, да, содержится. Вот возьмите колбасу, прочитайте, там 20, 22, 28% жира. Это делается для того, чтобы, что здесь, удешевить стоимость этого продукта. Так пусть там будет 5% жира, а остальное все будет белок, в том числе соевый. Эстрогены уже идут в соевом масле. Еще, знаете, никто поистребляет сливочное… Знаете как? Если бы это было так, то все дамы, желающие приобрести более пышные формы, могли бы всего лишь подсесть на сою и соевое масло за счет объема эстрогенов, увеличить формы там, где это им необходимо. Но никто еще этого эффекта не добился. Ни от сливочного масла, которое от коровы, да, ни от потребления сои с эстрогенами. То есть, да, есть эстрогеноподобные вещества. Да, они там есть. Но гормональной активности от них нету, понимаете? То есть, когда говорят, что сою нельзя есть, тогда говорят, что там уже почти эстрогены. Когда говорят, что этот крем со соевым маслом, потому что там растительные эстрогены, мажьте на лицо морщин не будет, то это уже очень хорошо. То есть, это работает маркетинг, это работают продажи на самом деле. Мы очень сейчас находимся в таком мире потребления, и очень реагируем на все эти маркетинговые штучки и ходы. Ну, на самом деле, никто еще из Японии и в Китае, где у них есть культура ежедневного потребления продуктов и сои, еще, извините, ни одного мужика грудь не отросла, потому что он каждый день ест сою. Поэтому ничего совершенно страшного. А как мариновать сою еще можно? Проросточки маринуют. Проростки? Да, небольшие. Не, нет, проростки. Прорастают семена, эти проросточки семидольки удаляют, а проростки вот эти зелененькие на свету их стараются проращивать, там маринуют. Ну, я же говорю, можете в интернете посмотреть. Как вы можете сохранить эту пасту и сою, холодильники, блендером как-то сделаны? Мне трудно сказать, но за три дня с ней ничего не делается абсолютно. У меня дольше она не живет. Да, да, да. Мы, извините, мы тоже толстоватые, потому что углеводов едим больше, чем нам требуется белков. Да, да, я совершенно с этим согласен. То есть, ну, надо постараться выращивать себе ее и ввести ее в свою культуру питания. Не надо много, да, не надо ее ведрами наращивать. Но периодически, там, раз в неделю куда-то добавлять горсть, замочить этой соей и в какие-то блюда добавлять. Ну, когда вы едите щи, борщ, да, с соей, вы ее даже не замечаете, что она там есть. Но она там есть. И даже то небольшое количество, которое вы потребляете, вы ее в достаточной степени пережевываете, чтобы она хорошо переварилась и усвоилась. И это будет очень хорошо. То есть, если вы введете это в культуру как какой-то компонент, пускай какого-то повседневного блюда, куда вы будете ее добавлять, это будет совершенно замечательно. На самом деле, таких продуктов много, которые хотелось бы на постоянной основе ввести себе в питание. Ну, тот же амарант, например, да, то есть какие-то такие вещи. Но если амарант вы точно себе не вырастите, ну, как вырастить-то его можно, но семена вы из него не добудете, не очистите, то соя – это достаточно крупные семена, ну, размером с горошины, и ее вполне реально отвести себе грядочку, где там пару литров сухих семян вырастить, это несложно. И потом… Да, она тоже… Вообще все бобовые являются солнцелюбами. Ну, вот такая беда с ними. Бобы. Ну, это я вот свою фотку в бобовом поле сюда поставил. Ну, как я… Привычное состояние вообще в течение лета. Да, абсолютно привычное. Значит, бобы, как я уже сказал, бывают кормовые, бывают овощные. Ну, на самом деле, с точки зрения пищевой диетической ценности, разницы между ними никакой особо нету. Единственное, что… Ну, овощные бобы плоские, круглые, бывают зеленого цвета, бывают почти белого цвета, бывают коричневого, кремового и так далее. Едятся сыры в сыром виде, в отварном виде, в каком угодно виде. Ну, кормовые бобы – это мелкие бобы. Их, в общем, в основном используют на корм. Чем хороши бобы? Ну, кстати, как и зеленый горошек. Тем, что они в своем составе содержат огромное количество ниацина. Это такой витамин, которого мы потребляем, к сожалению, мало в повседневной жизни. И вот в основном источником этого ниацина для нас являются вот эти незрелые семена бобовых растений. Для разнообразия неплохо посадить и бобы тоже. Выращиваются они по той же технологии, что и фасоль и соя. То есть можно квадратно-гнездовым способом, можно вредки и высевать. Ну, надо помнить, что бобы являются частично перекрестными растениями, попыляются шмелями хорошо. Поэтому, если вы высеваете несколько сортов рядышком, то есть риск, что в какой-то процент переопылится. Ниоцин, между прочим, может синтезироваться нашей микрофлорой кишечника. Но, как показывает практика, в нашем нездоровом мире и наша микрофлора работает не так хорошо для того, чтобы в полной мере обеспечить нас всем необходимым объемом этого витамина. Поэтому потребление вот этих овощных бобовых, к которым, в общем-то, овощные бобы относятся, ну, как-то не едятся у нас бобы в сухом виде, да, в основном. Не варим мы суп из бобов, хотя у меня теща варит. Очень даже вкусно из этих крупных бобов, да. То есть надо просто взять в привычку и, соответственно, если это войдет в привычку, будет это очень и очень хорошо. Вот. Проблемой выращивания бобов является повреждение шоколадной пятнистостью. Это такие коричневые пятна на бобах, но это наиболее часто встречающаяся болезнь. Шоколадную пятнистость вызывает тот же самый гриб, который вызывает серую гниль. А как мы знаем, все, в общем-то, препараты на основе сенной палочки достаточно хорошо душат эту самую серую гниль. Поэтому периодические обработки и бобов биологическими препаратами тоже поможет избавиться от этого заболевания. По поводу зерновки, которая там живет. Да, бывает так, что зерновка вылазит из этих бобов непосредственно в поле. То есть вы сухой боб вскрываете, а там уже ровные круглые дырки. Это является проблемой. Здесь я скажу вам так, что если вы оставляете бобы на семена, вам придется воспользоваться инсектицидами. Более того, вам, скорее всего, придется воспользоваться системными инсектицидами. Потому что или вам надо уловить тот момент, когда начинается формирование вот этих небольших. Но в этот самый момент верхушки бобов могут еще цвести. И они посещаются пчелами достаточно активно. Поэтому, когда уже бобы отцветут, и вы обработаете инсектицидами контактными, они уже неэффективны, потому что личинка уже внутри боба. И контактные инсектициды вам не помогут. Поэтому, если вы оставляете какое-то количество бобов, ну там рядочек на семена, чтобы семена снять, дождитесь окончания цветения бобов и используйте довольно тяжелую химию, такую, как актора, например, ну и еще какие-то препараты системного действия, которые всасываются в растения. Они всосутся в растения, они попадут внутрь семян, они убьют там личинку, соответственно, бобы не будут повреждены. Но вы должны понимать, что в пищу потреблять эти семена нежелательно, но зато вы полностью избавитесь от этой зерновки. Можно и так, и так. Оно в равной степени хорошо всасывается и путем полива, и путем опрыскивания. И те бобы, которые вы потребляете в пищу, то есть собираете зеленые недозрелые бобы, вылучиваете оттуда зеленые семена, и их едите, либо замораживаете. Ну, мы дома замораживаем, например, если много бобов. Я люблю такие крупные зеленые, у меня сорт есть, морщинистый к тому же. У бобов тот же принцип сохраняется, если, как и у гороха, если семена, чем более морщинистые семена, тем более сладкие сами зерна. Чем более гладкие семена, тем они могут быть даже немножко с горчинкой, но и более крахмалистые. Ну, можно найти. Есть, продается, Янкель белый, польский такой сорт, на том же United Company, то есть можно подобрать себе хорошие сорта бобов. То есть, да, там будет, там где-то эта личиночка сидеть, в этом семечке так в другом, но вы ее съедите, ничего страшного, на вкусовые качества не влияет, или заморозите, то есть она там помрет, да и все дела. Но вот этот момент, что вы соберете сухие семена и заморозите, он вас от этой зерновки бобовой не спасет, потому что она повреждает уже прямо в поле. Поэтому здесь с бобами есть вот такой нюансик. Либо вы рискуете просто утратить семена, то есть у вас просто в какой-то момент вылезут оттуда эти зерновки, какой-то год такой будет благоприятный для этой зерновки, и вы просто утратите семена. Но с другой стороны, утратите, пойдете в магазин, купите опять Янкель белый, и посеете, и у вас опять будут семена. То есть вполне, тоже вполне нормальный вариант. Я, прежде чем приступим к вопросам-ответам, я еще скажу, что про остальные бобовые еще напомню, да, то есть мое отношение. Нут, да, многие пытаются выращивать нут. Нут, коровий горох, да, замечательная штука, замечательное растение, тоже полезное, все очень хорошо. Но в Беларуси у него проблема. Он очень сильно израстает. Когда в августе месяце начинаются дожди, он начинает, и, кстати, у некоторых бобов тоже это является проблемой. У него, вроде бы, растение начинает созревать, бобы висят, все хорошо, пошли дождики, он от основания стебля начинает давать новые свежие побеги. А они в бутонах, они в цветах, они забирают на себя всю силу, прекращается нормальный налив бобов, и, вроде бы, ну, в производстве это вообще невозможно, убрать такой посев, что зеленые стебли, да, мокрые. Еще дома можно это сделать, но просто качество семян и качество зерна получаются очень-очень низкие. То есть, теоретически можно довести растение до созревания, но это очень рискованно. Если июнь, июль был сухой, а август теплый и влажный, то у вас непременно будет израстание. В более жарких регионах там другой ритм увлажнения, да, там идут дожди, когда надо, и сушат, когда надо. А у нас, к сожалению, вот растения не приспособлены к этому, поэтому идет израстание. Хотя он такой вертикальный, как бобы, вверх весь торчком, да, стебли, то есть он не ложится, не гниет, но качественных семян не получается. Что касается чечевицы, ну, вот я сказал, да, что у нее вообще к осени на одном растении всегда она израстает, у нее вроде и сухие семена, три штучки бобики, и цветки, и бобы в разной степени спелости, и она вся на земле лежит, и не хочет созревать. То есть это растение более южных, более жарких и более сухих регионов. Ну, у меня была мысль, может, там где-то на Гомельщине, где песочки, где по суше, можно было бы ее выращивать, но мы, ну, вот своими же руками испытывал множество сортов, из вира присылали эти сорта, много испытывали, ничего не получается, то есть закрыли эту тему, как и с нутом тоже. То есть я пробовал это все выращивать, ну, пока не получается, нет сортов адекватных, а для нашей зоны их никто не делает. То есть только для любительского овощеводства никто не станет с этим. Это довольно дорого, и трудно, и время затратно, создавать такие сорта, а экономического эффекта от возделывания их не будет. То есть это уж проще купить килограмм в магазине и съесть. Ну, да, так же и Маш, золотистая фасоль Маш, я несколько раз пытался ее высевать, из Средней Азии мне привозили, из Кении я привозил, вообще бобовые, вигну, все, где вижу бобовые, сразу покупаю, по горсти там по 200 грамм везу. Маш зацветает, красиво цветет, с золотыми цветочками, действительно желтенькими, но не созревает, не созревает, он под заморозок уходит с цветами, с зелеными бобами, то есть нецелесообразных. Вигна, вигна становится все более-более популярной из-за таких очень длинных бобов, но это неплохо, ее можно выращивать, в принципе, есть сортары неспелые, но она вся вьющаяся, абсолютно вьющаяся, и ее надо высаживать рассадой. Безрассадным способом она не созревает все-таки, она дает очень маленький урожай. Ну, ее где-то за месяц примерно, за месяц-полтора до высадки в грунт надо было бы, то есть где-то там в начале апреля было бы целесообразно ее посеять. Бабе, поменье великолепно росла на улице. Ну, нет, она на улице, но, наверное, все-таки не с непрямым посевом в грунт. А у меня в теплице. Вот я в теплице тоже выращивал, тоже вигну выращивал в теплице, неплохо. Я в теплице вырастил, как раз я из Перу привез в вигну, и попробовал высевать, а у нее очень крупные цветки, она очень красивая, просто даже красивое растение. Ну, во-первых, она сразу заплела мне половину теплицы, да, то есть создала парность, ну, как сопутствующее растение, там, томатам или огурцам, она не подходит. Просто очень большую массу. Хотя несколько зрелых бобов я получил. Хотя семена, ну, такие, но получил, баловство. Для зрелых бобов, она нет, стручки не едят, да? Нет, она как спаржевая. Она как спаржевая, у нее есть хорошая, вот с очень длинными бобами, да, то есть, ну, можно, можно выращивать, но вы не доведете ее до сухих семян. Для еды, да, 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 можете, можете, вполне можете. Я бы сама дочевается, вы меня посадила. Да, ну, она, ну, надо желательно выращивать так, чтобы не сильно нарушить ком. Я почему говорю чуть дольше, потому что ком тогда хорошо обрастает корнями. Вы когда из стаканчика вынимаете, ну, там, сметаны, например, то в этом случае ком не разрушается. Если рассада помоложе, то, ну, или спонбондовый нарезал, там, ножом по краям и посадил, или торфяной взял, там, ну, что-то такое можно придумать. Только это не томаты, которые очень долго, да, растут в грунте, в рассаде, то можно и бумажный, там, что угодно. Придумать. То есть виг, ну, да, можно, но имейте в виду, она такая сильно агрессивно вьющаяся. Вот. Есть еще фасоль лимская, с крупными семенами, такими плоскими. Она бывает колоссально красивая. Ну, там, не знаю, видел ли кто-нибудь. Иногда продается в отделах здорового питания, или там, где крупы. Зайдите в любой гипермаркет, вы ее увидите, лимская фасоль. Она чаще всего продается у нас белого цвета. Она чем-то чуть-чуть похожа на многоцветковую, вот на эту крупную, но она более плоская. Она вкусная, ее, пожалуйста, можно пробовать. Но, к сожалению, она совершенно не созревает. Я пробовал высевать даже кустовые ранеспелые сорта, доводил ее до зеленых бобов, и она уходила в заморозки. То есть, не вызревает она, к сожалению. Несмотря на ее невероятную красоту, у нее есть такие очень красивые семена, красные с белым, ну, просто украшение. Хоть лепи на панно и делай какую-нибудь картину. Вот. Но, к сожалению, не созревает у нас. Поэтому, ну, вот эти надежные, именно вот эти бобовые, да, о которых мы поговорили. Горох, фасоль, соя, бобы. Наиболее надежные. Ну, можно нут пробовать, можно вигну для спаржевой, то есть, как овощную культуру, как спаржевую культуру выращивать. Ну, остальное все можно пробовать, но не надеяться на то, что что-то получится. А арахис? Никогда не вызревал у меня арахис. Знаете, в горшке можно посадить, ну, просто интересно растет. Вот, просто посмотреть, как это выглядит. Но, чтобы он созрел, надо танцы с бубнами, да, то есть, надо тоже рассада, надо тоже на самое теплое место, чтобы не холодного ветра и чтобы год был удачный, вот, и так далее. То есть, можно попробовать, но это не та культура, с которой можно ожидать, ну, то есть, что вы там что-то съедите с нее. То есть, да, посмотрите. Финогрек относится к базовым? Нет. Нет. Финогрек нет. Финогрек сразу в землю? Да, намачивать не надо, сразу в землю. Уже можно сеять. А сколько сохраняет схожесть? Все. Очень зависит от исходного качества семян. Если семена у вас вызрели, хорошо высохли и от дождей не намокли внутри боба, то есть, это хорошие, красивые, качественные семена, то они могут сохранять схожесть до 10 лет. Я в этом году ставил семена 2008 года на всхожесть, и они всходили. То есть, ну, конечно, это не стопроцентная схожесть, это уже остаточная схожесть, там 30-40% схожесть, но вполне достаточно для того, чтобы поднять из коллекции образец и дальше его использовать, воспроизвести семена. Надежно семена всходят с достаточно хорошей схожестью в течение 6 лет. Они очень хорошо сохраняют схожесть. Но опять же, это при условии, что семена были убраны сухими, высохли и не намокли. Потому что бывает так, что, ну, бобы уже созрели, дождик пошел, вы ждете, когда верхние бобы дозреют, а нижние уже легли на землю, и дождики пошли и уже подплесневели. Никогда не ждите, чтобы у бобовых созрели бобы верхние. Ждите, чтобы созрели бобы нижние. Когда две трети бобов созрело, даже если верхние зеленые, уже убирайте растения и где-то, да, и дозаривайте в снопике. Семена у бобовых дозариваются прекрасно, просто прекрасно. У меня испаржевые фасоли, убранные чуть более крупными семенами, дозаривались семена и всходили даже. Ну, главное, чтобы семечко достигло своего нормального размера и тогда оно дозаривается. Оно даже иногда не полностью окрашено. То есть вот еще только синий цвет подернулся на этих черных семенах. То есть они такие синие, что аж черные. А бывают такие фиолетовые, что аж черные. Вот секрет в том, что они должны быть такие синие, что аж черные, чтобы быть наиболее полезными. Так вот, они, бывает, его вскрываешь, а он синевой еще. То есть он не черный, а синий. Но они прекрасно дозариваются. Вот в бобике высыхают. Главное, чтобы они не заплесневели. То есть правильно делают, когда балка какая-нибудь в сарае, туда гвозди набили, снопики навязали не очень большие и за шпагат навесили вниз головой, чтобы вот этот низ, где больше всего бобов, чтобы он болтался в воздухе. И тогда они дозариваются. Даже с зелеными листьями прекрасно. А стручки спаржевые, они же сморщенные. Да, сморщенные. Я больше человек без проблем. Сморщенные. Вы не сказали, что проблема. Думаю, может, у меня не спаржевая. Вот, у настоящей спаржевой фасоли, чем более она спаржевая, тем более она сморщенная, тем тяжелее ее молотить. Я говорю, у меня были сорта, когда я плевал, не молотил, я просто наламывал семена и вот такими вот в створке, да, наломанными и сеял. Потому что она в землю попадет, разбухнет, семечка взойдет прекрасно. Потому что я буду мучиться. Мне проще его наломать, чем выколупывать, сидеть из этих семян. Особенно, если мелкосемянные формы. Свои семена можно сажать, все, а сорта держится спаржевая. Да, фасоль не переопыляется, горох не переопыляется, фасоль многоцветковая переопыляется, бобы переопыляются частично. Вот так. А вот это вот для именования спаржевая, оно вообще откуда взялось, какое отношение имеет к спаржевым натуральным? Ну, как бы, когда сварится, как будто бы спаржа, да, как будто бы... Это чисто русский язык? Да, да, да. В английском это снэп, это щелкающий, да, то есть чик, и, то есть они щелкают в зеленом виде, то есть не гнутся, а ломаются снэп. Снэппин или френчбин, французская фасоль называется. Я посадила красную фасоль. Сейчас. Ага, красную фасоль. Собрала семена, она в следующий год посадила, и некоторые из них выросли вьющиеся фасоли. То есть я собирала, только с пустового красного. Мне сложно сказать, ну не переродится кустовая во вьющуюся, понимаете? Вот. А откуда семена брали? Аграрно-промышленный дом, я не помню, как. АПД. АПД. Ну, понимаете, если из вьющейся выщепился кустовой, то можно говорить о том, что там генетика поработала, да, такое может быть. Но кустовой во вьющейся уже не превратится точно. Иногда бывают сорта вот эти с завивающейся верхушкой, да, то есть они с незаконченным ростом, и в зависимости от погодных условий, то есть если сухо и тепло, они могут и не завиться, да. Но если чуть-чуть другие условия, более влажные, более прохладные, у них верхушка может начать завиваться. Но исходно надо понимать, что это были не вьющиеся сорта, да, то есть они были, ой, не кустовые сорта, ну не истинно детерминатные, они были полукустовые, да. Полукустовые просто в первый год они более кустового вида были, а во второй год они дали более длинные плети. Но все равно это не такая вьющаяся, которая там на 2 метра завилась. Ну, потом, понимаете, как, надо подумать, не было ли других сортов, да, не было ли примесей каких-то, а семена были точно такие же ли, да. То есть точно такие же красные, но… тоже такие, ну они по одному бабочку были в этом самом… с крючки. Интересное. Интересное кино. Бобики. 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 Ну, это интересно, да, но обычно всегда есть какая-то история, понимаете. То есть где-то был второй сорт, где-то два рядышком сидело, один в другой пророс. То есть это на самом деле засорение сортов, это механическая, это обычная история. Я, когда высеваю коллекции, я стараюсь не высевать там, например, два с одинаковыми семенами сорта рядышком, да, потому что, как я не стараюсь убирать этот рядочек, всё равно есть всегда риск, что из соседнего рядка растение наклонится, и я убираю, я подорвал этот бобик соседний, да, и обмолачивая, если они по внешнему виду семян не различаются, то всегда есть риск, что будет механическое засорение. Поэтому я, когда делаю посевную, я очень, так сказать, чётко комбинирую эти рядки, для того, чтобы даже если механическое засорение случилось, чтобы я по внешнему виду семян видел, что это случилось, это засорение. Вот. Скажите, пожалуйста, про кукурузу, которую мы взяли. Да. Вы должны выращивать совершенно обыкновенным способом, как самую обыкновенную кукурузу. Не исключено, что в этих початках будут также появляться и морщинистые семена. Это означает сладкая кукуруза. У неё работает тот же точно принцип, что и у мозгового гороха. То есть такие мозговые семена могут прямо в одном початке быть гладкие семена и морщинистые. Ну, не исключено, что вы будете сеять гладкие, а повылазят морщинистые. Чтобы вы не думали, что это что-то плохое, гнилое там, или ещё что-то. Расстояние, если... Ну, если вы взяли по три семечка, то никаких двух рядочков у вас не получится. Но если уж вы купили, то кукурузе требуется большая площадь питания. Расстояние между рядками должно быть не меньше 70 сантиметров, и расстояние между растениями должно быть примерно 5 сантиметров. То есть кукурузе, для того, чтобы она дала 1, а то и 2 хороших початка, она должна быть на хорошем расстоянии. Не меньше 5 сантиметров между растениями в рядке и 70 сантиметров между рядьями. Не замачивайте сухими семенами. Не надо, не проращивайте. Вот как сейчас сухими семенами где-то сбоку посадили грядочки. Кукуруза очень требовательна к удобрениям. Успех выращивания кукурузы во многом зависит от того, сколько удобрений... Да, вы туда ввалите. На органику кукуруза вообще прекрасно реагирует. Сразу огромные листья, огромная масса, огромный початок будет. То есть если есть органика, органика, если нет органики, значит минеральные удобрения. Без удобрений на одном компосте никакую кукурузу вы не вырастите. Она вытягивает, она объединяет почву. Это правда. И поэтому если выращивается кукуруза, то почву надо и заправить как следует, и после неё надо как следует заправить. Потому что в отличие от бобовых, азот, ну как обычно, но азот стартовый для неё вообще является самым главным. Потому что без азота она не даст никаких урожаев. Селитры, мочевины, органики какой-то, жижей подливать, зелёным удобрением подливать. И она ответит вам большой взаимностью на это. Попкорн, она низкая. Она не выше меня, даже ниже меня. Вот по такой же точной схеме. Потому что сами по себе растения достаточно рослые. Ну то есть между ряди 70 сантиметров надо всё равно выдержать. Потому что загущенный посев кукурузы сразу даёт падение продуктивности. Ещё в рядке она выдерживает более плотное состояние, а вот между ними надо всё-таки её выдержать. Потом, когда она смыкается, под ней тоже никаких сорняков не растёт. Она вытягивает влагу, питание оттуда, всё полностью. Но, конечно, пока она вырастет там 30-40 сантиметров высотой, надо её подпалывать, чтобы она не зарастала. Ну, если вы не противники гербицидов, да, препаратов, то такой гербицидный препарат, как лазурит, внесённый сразу после посева картофеля и сразу до всходов картофеля, до всходов кукурузы, избавит вас полностью от сорняков до конца сезона. А она не переопылится, вот это наш попкорн, который они по-третьему вы сказали? Вот не переопылится, у них разные сроки цветения. Поэтому вы можете... С обычной? С обычной можете переопылиться. Да. Если у вас кукурузное поле рядом, расстояние должно быть примерно 300-500 метров. 300-500 метров. Стоп, вы говорите, чем-то можно тогда её прикрыть в какое-то время. Там, что у меня поле... Танцы с бубнами, потому что это надо сделать бумажный изолятор из пергаментной бумаги, ну, какой-то, который не размокает. И когда вот только-только шёлк появится, да, вот только первые пучочки шёлка, одеть, да. Шёлк не подойдёт, да? Нет, запреет, запреет, нужно бумажный. И спонбондовый можно, спонбондовый мешочек. И надеть, вот так привязать к стеблю, да, чтобы он накрывал. Ну, только, чтобы мешок был примерно размером с этот початок. Когда початок выдвинется, и вот этот шёлк сделается... Ну, кто рыльца кукурузные собирают, представляет, о чём я говорю. Да, этот шёлк выдвинется, срезать метёлку, она с пыльцой будет поснимать, и, понимаете, этой метёлкой по этому шёлку пройтись. Ну, уже можно надеть, уже можно не надевать, потому что опыление произошло буквально несколько часов, пыльца проросла, и уже рыльца утрачивает способность к восприятию другой пыльцы. Для семян или для еды тоже? Для семян, для семян. Но, честно вам скажу, скорее в кукурузном поле появятся чёрные, чем у вас появятся жёлтые. У меня такое было. Я высевал, у меня тоже недалеко было кукурузное поле. Я потом пошёл по краю, и там этих чёрных семян намолоковырял. Чёрт знает сколько. Потому что, ну, она на самом деле, это чёрная пыльца, и чёрный этот оттенок очень хорошо виден и проявляется. И от него избавиться в селекции вообще очень трудно, чисто визуально. Ну, знаете, жёлтые, два разных сорта, там только биохимия поможет их отличить. Да, этим и живут семеноводы кукурузы. Кто там знает, что там, да? Не, на самом деле в семеноводстве есть тонкие биохимические анализы, которые позволяют по зёрнышкам определить типичный сорт. А вот когда она уже цветная, да, там уже сразу видно, что там что-то прилетело лишнее туда. Поэтому, в принципе, можно сильно не бояться. Вообще 80% семян у кукурузы образуются из пыльцы, которая прилетела со своей же метёлки. А может потрясти можно? Да, и потрясти хорошо очень. Сухой день, когда ветра нету, прошёл потрёс. То есть даже если кукуруза сидит в рядах, да, в колхозном поле, всё равно 80% семян этого початка образуются не от соседней метёлки, а от метёлки, которая, это от своей. И поэтому, ну, как бы есть такие официальные нормы пространственной изоляции, всё остальное, но на самом деле это не так критично. То есть даже если вы в непосредственной близости от колхозного поля её посеете, всё равно она самоопылится в достаточно большой степени. А если своя сахарная на участке растёт, чтобы сахар они тоже допустили? Ну, не исключено, что как раз сахарную она... То есть то, что сахарная её опылит, не беда. А вот то, что она сахарную опылит... Чтобы и метёлки изолировать? Да, не метёлки, а початки. А, то есть ту же сахарную... Початки, да, да, да. Но сначала же их опылить надо, если мы их завяжем неопылённые? Нет, сперва надо завязать неопылённые, потому что пока вы их будете опылять, туда уже пыльца прилетит чужая. То есть в этом и смысл, что вы изолируете початок... Как только начинает выдвигаться? Вот этот вот шёлк, вы тут же его изолируете. Он в этот момент выдвижения ещё не способен воспринять пыльцу. И он должен выдвинуться полностью, да? То есть такой вот длинный шёлк образоваться. А его всё ещё никто не опылил, да? Всё ещё никто не... Он ещё, так сказать, девственен, да? А потом вы сняли и тут же опылили. И всё, тогда уже чужой... И уже ничего не надо закрывать, уже чужой пыльца не страшна. Ну, может, там какой-то процент прилетит, но на самом деле вы полностью обеспечите всё. Что касается сахарной кукурузы, то у кукурузы, в отличие от бобовых, ну, которые всё-таки являются самоопылительными в основном, всё очень просто. Вообще никаких танцев с бубнами не надо. Почему? Вы срываете початок сахарной кукурузы, и все зёрнышки на початке, которые прилетели извне, они не сахарные или другого цвета. Понимаете? У кукурузы вот этот морфотип семечка определяется зародышем. Зародышем. Поэтому семечка в полной мере отражает, является оно, так сказать, семейного производства или кто-то тут напылил со стороны. Понимаете? По самому початку вы поймёте. Поэтому если вы поддерживаете семеноводство сахарной кукурузы, просто отбирайте морщинистые полупрозрачные семена. А все, которые другие, ну, просто не отбирайте, потому что они будут гибридные от пришлой кукурузы. Это точно та же проблема с колхозной. То есть если у вас на расстоянии километра от вашего посева сахарной кукурузы есть колхозная, то достаточно, ну, есть, они небольшие, но есть риски, что ветром принесёт туда пыльцу другую. И когда вы початок сухой, да, созревший вскрыли, обёртку сняли, и вы видите, что среди морщинистых, полупрозрачных зёрнышек имеются такие вот, ну, обыкновенные, крупные, гладкие, ну, то просто эти выбросьте, а те используйте на посев. И все дела. То есть вам же не то, что там надо произвести этих семян какое-то колоссальное количество. Один початок оставьте, там 200-300 семян, на нём будет вам и всем соседям. Вот. Поэтому с кукурузой всё просто.